Богомил Райнов Реквием Глава первая Ранняя весна, полдень, бульвар почти пуст. Свободен от людских толп, бледное солнце светит, Но не греет в эту раннюю весеннюю пору. Как тут не замедлить шаг, хотя мне не скрыть от самого себя, Что истинная причина того, что я так неохотно иду по указанному адресу, совсем иная. Надо бы сперва позвонить туда, заметил я, обсуждая детали предстоящего визита на работе с Бориславом. Дай-ка мне их телефон. У них нет телефона. Как это, нет телефона? Они живут изолировано, как в скорлупе. И на кой черт он им нужен, твой телефон? Они сами замкнулись в своей скорлупе, или вы забыли про них? Пожалуй, и то, и другое. Сам понимаешь, как бывает в жизни. Сперва они как-то обособились, а потом и мы про них забыли. Начальство меняется, одни приходят, другие уходят. Словом, Борислав вяло махнул рукой. Чего, дескать, толковать? И тихо забарабанил пальцами по столу. Но ты должен к ним сходить. Ладно, ладно, согласился я. Только давай без указаний. Кстати, а почему ты сам не сходил? Потому что, как тебе известно, я тоже верчусь, как белка в колесе. И потом, я это одно, а ты совсем другое. Как-никак, для Любы ты был самым близким другом. Мы действительно были друзьями. Ему я обязан не только этой дружбой, но и своей профессией. Потому что я был от него подмастерьем. А он, мастер, щедро делился со мной. Передал мне свой весь опыт и умение. В сущности, нашим ремеслом Люба владел в те времена в самой грубой форме. Лихо расправлялся с бандами, устраивал засады, строчил из автомата, с чем я в дальнейшем дело не имел. Но у Любы я научился и таким вещам, которые не раз в моей жизни сослужили мне добрую службу. Как важно, к примеру, уметь разменуться со смертью в критические минуты, не задумываясь над тем, чем бы все кончилось, если бы разменуться не удалось. В те годы мы с Любо всегда были вместе, плечом к плечу. Сколько раз мы с ним глядели, смертью в лицо. А потом были на волосок от нее, как на том скалистом холме, где Люба ранили, в ногу. А я карабкался на гору с уже расстрелянной рукой. Потом у меня рана зажила. У Любы тоже. Но с тех пор он всегда при ходьбе слегка приволакивал левую ногу. Что, как он сам говорил, с профессиональной точки зрения не имело значения. Потом нас послали на разную учебу. Мы переквалифицировались. Надолго с ним расстались. Снова нам пришлось встретиться лишь много лет спустя. Но не здесь и не на крутых холмах пограничья. А в там, далеко, в летнем зное влажной Венеции. Встретились мы потому, что были посланы по одному и тому же заданию. Только Люба попал туда раньше. И уже несколько месяцев подряд тщетно бился над мудреной загадкой. А потом и меня включили в игру. Мы сидели с ним на мраморной скамейке в тени. На пустынной набережной. И Люба детально освещал мне обстановку. А когда раскасово подошел к концу, он добавил безо всякой связи. А у меня, братец мой, есть сын. В ту памятную ночь в горах роковые события разразились на рассвете. И хотя вокруг нас яростно свистели пули, нам опять удалось разминуться со смертью. А тут, в Венеции, ощутить присутствие роковой опасности было почти невозможно. Она таилась в будничном покое. И когда Люба лениво брел по мосту в сторону Местре, слегка приволокивая ногу, смерть налетела на него в виде черной машины. В виде пьяной черной машины. Да так внезапно, что в этот раз избежать ее не удалось. Отброшенный к перилам, Люба остался лежать на мосту. Точнее, его окровавленное и все еще сдрагивающее тело. А у меня, братец мой, есть сын. Только этому его сыну, второму, не суждено было долго прожить на свете. Получив сообщение о гибели Любу, Мария пришла в состояние полной депрессии. Заботу о ребенке доверили другой женщине. И через непродолжительное время его унесла какая-то болезнь. Не помню, какая именно. Хотя это не имеет значения. Раз это существо ушло из жизни, едва появившись на свете. Так что сейчас я иду не к Любу, его нет давно в живых. И не к его младшему сыну, его тоже нет в живых. А к старшему, живущему вместе с матерью. И, честно говоря, особенно не тороплюсь на эту встречу. Так что, если я еле-еле плетусь по бульвару Дондуково, то вовсе не из желания погреться на бледном весеннем солнышке. Мне хочется по возможности оттянуть это неприятное свидание. Именно неприятное. Как будто ты идешь к раковому больному и с ужасом думаешь, что тебе придется добрых полчаса сидеть в больничной палате, не зная, куда смотреть и о чем говорить. Всячески стараясь не касаться той или иной темы и хранить бодрый вид. Конечно, ты бы навестил больного куда охотнее. И даже с приподнятым настроением, если бы у тебя была уверенность, что своим посещением ты спасешь больного или хотя бы облегчишь его страдания. Но тебе ведь отлично известно, что ни спасения, ни облегчения ты ему не принесешь. И что твой визит всего лишь дань традиции. Ритуал одинаково тягостный для обеих сторон. Еще при первом своем посещении Марии в один из приездов в Софию из дальних странствий я знал, что выполняю именно такой ритуал. Одинаково тягостный для обеих сторон. Она никогда не проявляла ко мне ни тени дружелюбия. И не только в силу той странной ревности, которую проявляют иные жены к близким друзьям своих супругов. Для нее я был олицетворением той невидимой инстанции, которая отняла у нее мужа. Оторвала его от семейного очага и превратила в нечто свое. И теперь, когда случилось непоправимое, было бы глупо надеяться, что в этом доме, где я и прежде не мог жаловаться на чрезмерные радушия, меня встретят с распростертыми объятиями. Как я и предвидел, Мария встретила меня с ледяной холодностью, неохотно ввела в небольшую, скромную, но чисто прибранную прихожую, силу окна, сел у окна и с унылым видом положила руки на колени, тогда как я устроился в углу между радиоприемником и фикусом, выбрав, может быть, совершенно несознательно самое темное место в комнате. Женщина сидела молча и ждала, пока я заговорил, отчего мне было очень не по себе. Я чувствовал себя обвиняемым, так как в сущности говорить было не о чем. И то единственное, чем я мог поделиться, едва ли доставила бы удовольствие хозяйке, поскольку в доме повешенного о веревке не говорят. Кое-как я все же вышел из положения, спросил, как себя чувствует Баян, и чем бы я мог им помочь. «Ничем. Разве что вернешь мне мужа?» Тотчас же сразила она меня. «Я бы с радостью. Будь это в моих силах. Да, это не в твоих силах. Ты и другие вроде тебя способны только убивать, а воскресить вы не в силах. Никого. Не мы убили Любу, — возразил я. Вы его убили. Вы. Именно вы!» Я промолчал, потому что спорить при создавшемся положении не имело смысла. «По-моему, ты должен сообщить мне хоть какие-то подробности», — сухо проговорила Мария, когда молчание слишком затянулось. «Эти ваши затасканные слова вроде «при выполнении служебных обязанностей» и тому подобное может быть годятся для некролога, но для меня они ничего не значат». «Я полагал, что тебе уже рассказали». «Приходили, но я не пожелала их слушать. И вообще я без них обходилась, и теперь обойдусь». «Ладно», — примирительно кивнул я. «Если ты интересуешься...» «Я не интересуюсь. Нисколько не интересуюсь. Абсолютно не интересуюсь, понимаешь? После того, что случилось, мне решительно все равно, как и почему это случилось. Но Люба оставил сына. Сын растет. И когда-нибудь ему захочется больше узнать о гибели отца, я должна ему что-то ответить». Я снова помолчал, чтобы дать ей успокоиться, выговориться. Потом рассказал про смерть Люба. Очень коротко. Женщина слушала с полным равнодушием, продолжая глядеть в сторону, на противоположную стену, где висела старая фотография в дешевой рамке. Фотография не Люба, а молодой женщины в кружевной блузке. На круглом миловидном лице застыла невыразительная улыбка, словно по заказу фотографа. Снимок изображал Марию, былых времен. Я закончил свой рассказ, и в тот же миг теперешняя Мария перестала созерцать ту, какой она была когда-то, и впервые посмотрела на меня в упор. А зачем было посылать его туда? К тем типам. Они действовали против нашей страны. Кому-то надо было пойти и обезвредить их. Люба мне или кому-то другому. Однако ты вернулся, правда? А Люба остался. Так в общих чертах произошла наша первая встреча. Что касается второй, которая должна была состояться два года спустя, то она вообще не состоялась. Однажды, лимним вечером, я увидел с улицы, что в квартире на втором этаже горит свет, тут же поднялся по лестнице и позвонил. Но мне не открыли. Вероятно, посмотрели в глазок и установили, кто пришел. Я позвонил еще раз другой и удалился. Когда вышел на улицу и снова посмотрел вверх, окно уже не светилось. И вот, мне предстоит третий визит. Звоню. Тишина. Затем изнутри доносится неясный шум и какой-то тревожный говор. Потом снова тишина. Затем опять шум. Теперь уже в самом тамбуре. Должно быть, заглядывает в глазок. Хотя нет, дверь внезапно открывается. И на пороге вырастает стройный юноша с красивым, правда, немного нахмуренным лицом. Удивительно знакомое и в то же время совсем чужое лицо. Оно ужасно напоминает мне Любу и так не похоже на него. Что вам угодно. Я бы хотел очень видеть товарища Ангелова. Я друг вашего покойного отца. Очень жаль, но мама больна. Может быть, Мария в самом деле нездорова, потому что даже мой нос курильщика улавливает в воздухе застоявшийся запах валерьянки и вообще аптеки. Обстановка в прихожей изменилась до неузнаваемости. К худшему, я хочу сказать. Батистовые шторы на околок стали серыми от пыли. Книги лежат на столе в перемешку с грязной посудой. В углу валяется обувь. На диван брошен поношенный дамский халат, на полу мусор, стены в грязных пятнах. Все говорит о том, что тут давно бытует мерзость запустения. Я же сказал, что нам сейчас не до гостей, снова бормочет парень. Мне просто неудобно принимать вас в такой обстановке. Но раз уж вы пришли... Мало сказать пришел. Я уже уселся на своем любимом месте в углу между радиоприемником и фикусом, чьи листья, как и все вокруг, остро нуждаются в мокрой тяпке. Не стесняйся, мой мальчик, говорю я, делая вид, что никакого беспорядка не заметил. Я закоренелый холостяк. И если в доме немного не прибрано, это на меня не производит особого впечатления. Несколько успокоенный моей непринужденности, юноша садится на край кушетки и ждет, пока я сообщу о цели своего визита. Он до сих пор не догадался спросить, как меня зовут. Вероятно, догадываясь, кто я такой. Тем не менее, я все же рискнул представиться. Ты, должно быть, меня не помнишь? Потому что, когда я тебя видел в последний раз, ты был вот такой вот бутуз. Но, может быть, что-нибудь слышал обо мне? Я Эмиль. Слышал, конечно, отвечает парень. Он как-то вяло кивает головой. И в его взгляде, явно избегающем меня, тоже сказывается какая-то вялость. И в выражении этого красивого, немного бледного лица, видна то ли апатия, то ли рассеянность, то ли обычная усталость. Может быть, это тебя не интересует. Но, в то время, когда твой отец узнал о твоем рождении, мы были с ним вместе там, в горах, на границе. Любопытное совпадение. Да, я отлично понимаю, что тебе это нисколько не любопытно. Однако, я обязан рассказать все, чтобы тебе было яснее то, что будет потом. Парень покорно склоняет голову, давая понять, что он готов до конца вытерпеть речевые симптомы моего склероза. Той самой ночью нам предстояло драться с бандитами, стреляться с ними почти в упор, по принципу «ты или я». Роган, когда на рассвете все улеглось, знаешь, что сказал мне твой отец? Юноша продолжал сидеть, все с тем же безучастным видом склонив голову. А я уже подумал, что мне хана. В эту ночь Эмиль я снова испытал страх. Испугался, что малый останется сиротой. И много лет спустя, когда враг подло нанес твоему отцу удар в спину, мне довелось быть с ним и в его последний час. Это мое почти торжественное вступление. Неожиданно повисает в воздухе, потому что в следующее мгновение из соседней комнаты доносится какой-то шум, затем слышится возглас. «Баян!» И парень опрометрикидается туда, захлопывая за собой дверь. Паренек снова появляется в прихожей, но и теперь, как в первый раз, торопится закрыть за собой дверь. «Верите, в какое положение вы меня?» – говорит он с раздражением. «Сели тут, и мать не может пройти». «Я ухожу», – говорю в ответ. «Давай выйдем вместе». «Куда мы пойдем?» – вздрагивает Баян. «Пойдем выпьем по чашке кофе». «Не могу. Не оставлю же я мать одну», – возражает парень. «Мы ненадолго, на каких-нибудь 15-20 минут. Я же вам сказал «не могу», – упрямо твердит молодой человек. «Вот что, мой мальчик», – говорю я с той мягкостью, которая не сулит ничего хорошего. «Я пришел сюда не ради того, чтобы делиться с тобой старыми воспоминаниями, а ради чего-то более важного. Настолько важного, что разговор этот так или иначе должен состояться, и при том сегодня же». «Так скоро», – скидывает брови Баян. «Тем скорее, тем лучше для тебя». «Только ради бога, не надо обо мне заботиться. Я не о тебе заботюсь. Я думаю о твоем отце». Он окидывает меня бегным взглядом и отвечает таким усталым выражением, словно все его упорство вдруг иссякло, и осталась одна апатия. «Ясно. Это уж как водится. Мертвые куда важнее живых». «Ладно, подождите меня. Внизу». Минут через пять я уже шагаю по бульвару Дондукова в обратном направлении, а справа от меня этот несговорчивый паренек. «Куда же мы пойдем пить кофе?» – машинально справляется молодой человек. «Туда, где кофе не пахнет хозяйственным мылом, и где разрешено курить. Ну вот только условия, безучастно роняет баян. Такое возможно только в Софии». «А Ялта чем хуже?» – так и подмывает меня спросить. Но проглотив эту реплику, я охотно соглашаюсь. «Чудесно. Пусть будет София». Каким-то чудом нам сразу удалось найти свободный столик у самого входа и сравнительно быстро получить то, что было заказано. Двойной кофе для меня и виски для баяна. Паренек не производит впечатления запроску у пьяницы. Он добавил к содержимому бокала почти полстакана содовый и лишь изредка отпевал по маленькому глотку, словно старался продлить удовольствие и не вводить меня в лишние расходы. Со своего места мы могли видеть очень хорошо входящих и выходящих посетителей. Преимущественно молодых дам и кавалеров. Однако мой спутник почти не пользовался этой возможностью и вообще не проявлял какого-либо интереса к окружающей публике. Он курил, рассеянно смотрел на площадь сквозь витрину, и его лицо выражало досадное примирение человека, решившего до конца вытерпеть испытания, уготованные ему судьбой. «Ты, наверное, давненько не был на могиле отца. Небрежно вставляю я, как бы говоря, ты давненько не подстригался. Я вообще не был там ни разу после похорон. Не любитель ходить по кладбищам. Я тоже. Но позавчера мы провожали в последний путь нашего умершего сотрудника, и я попутно наведывался туда. Абериск совсем рассекся. А надпись почти начата с маледожди. Мать, как видно, тоже не бывает там? Нет. Никогда. Это, конечно, мелочи, поясняю я со свойственной мне сговорчивостью. И ты зря так говоришь. Мертвые для нас не то, что живые. Но среди мертвых есть такие, о которых не лишним вспоминать время от времени. Я не сомневаюсь, что ты тоже о нем вспоминаешь. Хотя и не бываешь на кладбище. Молодой человек не говорит ни да, ни нет, и продолжает рассеянно глядеть на площадь. С таким видом, как будто он ничего не слыхал. Повернув, наконец, голову, он на какое-то мгновение задерживает взгляд на мне и опускает глаза на свой бокал. Понимаете, мне ничего не стоит сказать. Вспоминаю. И это, наверное, было бы одинаково приятно и для вас, и для меня, потому что вы не стали бы меня упрекать. Но вся штука в том, что я не вспоминаю. Или вспоминаю очень редко. И вообще, какой смысл вспоминать человека, которого ты почти не знаешь, даже несмотря на то, что он приходится тебе отцом. Погасив сигарету, он отпевает небольшой глоток виски и опять погружается в созерцание своего бокала. Тогда как я размышляю над только что сказанным. Какие стройные суждения. Сразу видно, что университетские лекции и пухлые книги уже дают свои плоды. Но мать, наверное, иногда рассказывает тебе о нем. Да, только не думайте, что она рассказывает о его подвигах. Их совместная жизнь была каким-то кошмаром. Потому что она домогалась одного, а он делал другое. И мать мне уши прожужжала о том, как она без конца настаивала, чтобы он подыскал для себя более спокойное место. Хотя он все делал наперекор и в конце концов испортил жизнь и себе, и ей, и так далее, и так далее. Что вы хотите, если она всегда его любила и ненавидела в одно и то же время. Она и по сей день любит его и ненавидит. И это будет продолжаться до самого конца. А ты как думаешь? А что тут думать? Мать по-своему права. А отец? Он, как видно, старался держаться подальше от нее. Подальше от скандалов. Не понимали они друг друга. Но ты все-таки кое-что знаешь о нем, о его жизни. И что из этого? Бросив на меня белый взгляд, парень снова опускает глаза и глухо говорит, словно рассуждая о чем-то сам с собой. Зачем ему было гоняться в лесах за диверсантами, когда у него была семья? Почему именно он этим занимался, а не кто-нибудь другой вроде нас с вами, кому приходится думать только о самом себе? У него было чувство ответственности. Перед кем? Перед Родиной, порываюсь я сказать, поскольку это проще всего. Но воздерживаюсь. Простые вещи порой трудно объяснимы. Скажи такому вот перед Родиной, и он начнет смеяться в душе. Перед людьми, Баян? Перед какими людьми? Теми, что сидят по кабинетам? Многие из тех, что нынче сидят по кабинетам, тоже в свое время бродили по лесам с автоматом в руках. Да, в свое время. Тогда выбора не было. А ведь он продолжал жить как партизан, когда все уже переменилось. Вот именно. Как партизан киваю. Это чувство ответственности у него особенно обострилось. Стало как бы незаживаемой раной как раз в ту пору, когда он был в партизанах. Не понимаю. Неужто так трудно понять? Все мы продолжаем делать тех, кого уже нет. А те, что придут, после нас будут продолжать наше дело. И в этом состоит связь поколений. Единство жизни. В этом ее вечность. Твой отец был наследником тех людей, а ты являешься наследником отца. Так я могу быть наследником человека, которого я не понимаю, которого не знаю. Но ведь он приезжал, ты бывал бы стеснен. Очень редко. И всегда очень недолго. Он несколько стройнее Люба. Более худой и хрупкий, чем отец. Но когда смотришь на его лицо, вылитый Люба, жизнь только начинает писать по этому лицу. И единственный след, который она успела оставить на нем, небольшая ссадина. На лбу. У самого виска. Опасно тебя стукнули, замечаю я, указывая на отметину. Это что, спортивный трофей? Или дружеская потасовка? Ни то, ни другое. Впервые выдает подобие улыбки баян. Шлепнулся на тротуаре, когда был гололед. И осталась ссадина. Врач сказала, что если тебя стукнулся чуть покрепче, мне бы не встать. До чего глупо бывает. Поскользнулся и крышка. Действительно глупо. Впрочем, как все остальное, вставляет юноша. Все? А разве нет? Люди суетятся, обзаводятся всяким барахлом, копят деньги на квартиры, покупают машины. И едва успев нажить, все это умирают. Но разве не глупо? Да, конечно. Если все сводить только к машинам да барахло. Но жизнь не только в этом. В чем же еще? В красоте и благородстве? В его тоне улавливаются нотки раздражения. Красота и благородство встречаются преимущественно в книгах. Ну хорошо. Как же ты представляешь себе свою собственную жизнь? Никак. Прежде думал стать журналистом, а теперь я на это махнул рукой. Хотя, если не будет слишком трудно, то, может, и стану. Впрочем, не все ли равно кем быть? Журналистом или учителем? А как твои университетские дела? Так себе. Во время зимней сессии схватил две двойки. Значит, тебя лишат стипендии. Проживу как-нибудь. И без стипендий. А чем ты занимаешься в свободное время? Ничем. Так-таки ничем. Сижу себе. В кафе? В кафе или дома. Читаешь? Читаю, только не учебники. Не знаю почему, но в последнее время с учебниками я не в лотах. А комсомольская жизнь? Комсомольская жизнь? Осенью меня чуть было не исключили. За что? А за то, что не поехал. Не захотел поехать. С бригадой. Настройку. И еще за какие-то пустяки. Да. Вздыхаю я в третий раз. Безотрадная картина. Не спорю. Пожимает плечами Баян. Он не возражает и вообще ничего не говорит. Потому что, очевидно, с самого начала догадывается, куда я клоню. Поэтому я прихожу к мысли, что пора наконец приступать к главной теме. Кафе и все прочее. Это еще не самое худшее. Замечаю я. Но вот конкретно кафе Ялта и тамошние компании могут и в самом деле оказаться для тебя роковыми. Ну, давайте не будем драматизировать. Тихо возражает Баян. Да-да, разумеется. Добродушно соглашаюсь я. Беда, однако, в том, что ситуация, в которой ты находишься, действительно драматична. Чтобы не сказать трагично. Да что вы. Неужели? Вот, оказывается, до чего я докатился. Скидывает брови молодой человек. К сожалению, ты действительно не отдаешь себе отчета, до чего ты докатился. Тут многое, очевидно, объясняется тем, что ты еще многого не знаешь. Но главная беда заключается в том, что... Что ты просто утратил чувство реальности. Он молчит, терпеливо ожидая, что же будет дальше. Ты только что рассказывал мне про то, как случайно подскользнулся и получил на память вот эту вот небольшую ссадину. Но послушай, мой мальчик, ведь ты теперь снова поскользнулся. В переносном смысле, конечно. Да так поскользнулся, что и в самом деле можешь очутиться не знаю где. Мало того, один из твоих дружков поялте, некий Пеппо. Недавно всучил тебе тысячу левов. Это касается только меня и Пеппо. Ты так полагаешь, только зря. Потому что деньги, которыми Пеппо поделился с тобой, и не знаю с кем еще, он украл из своего отца. Теперь отец заводит против вас дело и... Впрочем, эту тысячу левов я уже внес от твоего имени, чтобы тебя не таскали на допросы и по судам. Вы меня ставите в очень неловкое положение. Я же не просил. Ты сам себя поставил в неловкое положение. И дело тут не в деньгах, мальчик. Деньги ты мне вернешь, когда сможешь. Однако тебе хорошо известно, что есть и другие вещи. Более серьезные. Баян молчит, потупив зов. И по поводу их тебе уже дважды вызывали в милицию. Не так ли? Он не говорит ни да, ни нет. Все так же неподвижно глядя. Перед собой. Я собираюсь продолжать, только вдруг, безо всякой радостности, снова вспоминаю тот вечер. В пастушьей хижине. Холодное дыхание ночи. Хлещущий дождь снаружи. Красные огоньки сигарет. И до странности неожиданный вопрос. Люба. Эмиль, а что бы ты сделал, если бы твой сын стал предателем? Глупости, дорогой мой. Ты лучше скажи, что нам теперь делать, когда твой сын стал наркоманом. Глава вторая. Этот центр в Мюнхене, конечно же, должен быть обезврежен, произносит генерал. И, разумеется, искать подходы к нему надо крайне осторожно. Кого туда послать? Ума не приложу. Он напряженно всматривается в пространство светло-голубыми глазами. Почти неприлично голубыми для генерала. Потом оборачивается ко мне, щурится и говорит. Тебя, что ли? Шеф всегда щурится, когда хочет скрыть веселые огоньки в глазах. Но мне хорошо знакомы привычки генерала. И нет надобности следить за его взглядом. Вы шутите? Тихо отвечаю. Генерал берет одну из своих подопревших, выветрившихся сигарет. Долго рассматривает ее. Словно колеблись, то ли закурить, то ли нет. Потом кладет ее обратно и откидывается в кресле. Сегодня утром мы говорили с генералом Антоновым из контрразведки и решили возложить на тебя одну задачу, которая несколько отвлечет тебя от бумажных дел. Тем более, что ты уже располагаешь некоторыми данными, полученными, правда, по другой линии, о достойных внимания объектах. В моем взгляде явное недоумение, но я молчу. Я имею в виду наркоманов, упомянутых третьего дня, когда речь шла о сыне Ангелова. Кстати, он уже порвал с этой шпаной? Почти. Во всяком случае, старается избегать их. Ясно. Он будет их избегать, а они будут, естественно, искать его общество. Но об этом позже. Сейчас интересно другое. Последнее время к этой шайте стал липнуть какой-то западный турист. Молодой человек, мать болгарка, отец иностранец. К нам приезжает уже второй раз и в обоих случаях через Стамбул. У них теперь мода ездить в Стамбул, глотать наркотики. Но этот наезжает в Болгарию, остается тут по месяцу и больше. Вступил в связь с одной девчонкой из этой же шайки. И что особенно бросается в глаза, поддерживает контакты с их посольством. Если он у них частый гость, едва ли они пользуются его услугами? Да, разумеется. Но ходит он туда нечасто. Нанес один единственный визит. Только весьма многозначительный. Продолжительностью в четыре с половиной часа. И не ради того, чтобы полистать журналы в читальне. Все это время он провел в кабинете Томаса. Многовато для одного визита, признаю я. Только не исключено, что все эти четыре с половиной часа ушли на игру, вопросы и ответы. Томас тут человек новый, притом совершенно изолированный. Так что нечему удивляться, если он пытается выудить максимум информации из этого типа, шляющегося повсюду и уже стакнувшегося с нашими красавчиками. Это свое замечание, как и предыдущее. Я делаю вовсе не для того, чтобы сообщить нечто такое, чего генерал не знает, а просто, чтобы вслух отметить возможность тех, либо иных обстоятельств. И это весьма характерно для наших разговоров. Бесспорно, кивает шеф, пока что у нас нет никаких данных, что Томас возложил какую-то задачу на этого туриста. Чарли его зовут или как уж там, не помню. Но, когда перед тобой с одной стороны банда наркоманов, а с другой западный дипломат, и между ними болтается некий Чарли, возможно, выступающий в роли Связнова, то можно ли закрывать на это глаза? Как ты считаешь? Он тоже не говорит ничего такого, чего бы не знал я. Но это макетирование обстановки вносит определенную ясность и представляет собой часть обычного ритуала, так же, как этот его небрежный жест, побуждающий меня налить себе вторую чашку кофе. С наркоманами на первых порах надо держать ухо востро, тихо говорит генерал. Они могут представлять опасность не только в бытовом отношении. Да, но они могут представлять опасность и для тех, кто их использует, продолжаю развивать другую версию. А Томас, опытный разведчик, он не может не знать, что наркоман – это палка о двух концах. Верно, верно, но у Томаса нет выбора. А раз у него нет выбора, то не исключено, что он решится прибегнуть к помощи от ревья. Шеф наклоняется вперед, снова берет экспортную сигарету, но прежде чем я собрался поднести ему зажигалку, опять кладет ее в коробку. Естественно, может оказаться, что тут ничего такого нет. Однако мы обязаны знать, что есть и чего нет. Во всех этих случаях было бы не вредно повнимательнее разобраться, что он за птица, этот Томас, и присмотреться к его поведению. В первую неделю после приезда он что-то больного нашился, а потом вдруг сник. Почему? От невезения. А может, нашел, что искал? Да. И даже если ничего не нашел, все равно он не стал бы сидеть, сложа руки. Так что, как видишь, дело не в одних наркоманах. Впрочем, в ведомстве Антонова ты получишь более подробные данные. Последняя фраза означает, что разговор окончен. Я залпом выпиваю содержимое чашки, чтобы не пропадало добро, и стою. Давеча, ты несколько уклончиво ответил мне относительно мальчишки Ангелова, замечает генерал и тоже встает. Или ты уже поднял руки? Трудно вырвать человека из одной среды, если не можешь предложить ему другую, неохотно отвечаю я. Вы же сами сказали, что он будет избегать их, а они будут искать его общество. Словом, такое дело одним назидательным разговором не решить. Делает шеф вывод вместо меня. Понимаю, но ты ведь тоже не из тех, что бросает повозку среди грязи. Верно? И он смотрит на меня своими ясными глазами, как бы стараясь убедиться, что не ошибся в своей оценке. Ты, говорит, не из тех, что бросает повозку среди грязи. А в сущности я именно так и поступил. Бросил повозку среди грязи. Вытащишь, успокаивает меня Борислав, и шумно сосет свой янтажный мундштук. Точнее говоря, сосет воздух, потому что мундштук его пуст. Борислав вот уже в который раз тщетно пытается бросить курить. И в кризисные моменты обманывает себя этим пустым мундштуком. Легко тебе рассуждать. А вот если б ты был на моем месте? Ведь малый больше не принимает морфий. Морфий – это еще полбеды, замечаю я, поднимая голову. Как бы ни случилось худшего. Боишься, что твой подопечный начнет курить? Вставляет Борислав. В сущности хрен редкий и не слащий. Опасаюсь, как бы он ни влип, продолжаю я, не обращая внимания на его глупые шутки. Если уже не влип. Почему ты думаешь, что они остановят свой выбор на нем? Спрашивает мой друг, прекрасно понимая, о чем идет речь. Они предпочтут более легкую жертву, какого-нибудь подонка. Не всегда легкая жертва предпочтительней. Какой смысл Томасу связываться с подонком, если на него уже нельзя рассчитывать? Притом, эти вот все, я указываю на лежащие передо мной досье, довольно никчемный человеческий материал. Болваны, оболтусы, трепачи, словом отребье, все, кроме нашего. И если Томас в самом деле решил завербовать кого-нибудь из этой шайки, он наверняка попытается завербовать именно его. Ну и что? Попытается и останется с носом. Может, парень и оступился разок, только не следует забывать, что это сын Люба Ангелова. Да, если бы Люба его воспитывала. Но чем его может соблазнить этот иностранец, спрашивает Борислав, резко поворачиваясь спиной к окну. Хоробкой ампул, пачкой банкнотов, сладкой жизнью, ты же сам утверждаешь, что парень не глуп. Томас тоже не глуп. Поэтому трудно сказать, на какую удочку он захочет его поймать. Да и захочет ли. А еще труднее предсказать, как поведет себя Баян. Ничего определенного я не знаю, но у меня такое предчувствие, что кадриль начнется именно вокруг него. Предчувствие, понимаешь? Ты меня уморишь своими предчувствиями, мучительно вздыхает Борислав. Чтобы сын Люба Ангелова достал предателем? Он делает три шага к столу и в сердцах бросает на бумаге пустой монштук. Потом произносит слова, которых я давно жду. Дай сигарету. Здание у Львиного моста, в отличие от нашего, старое, неприветливое, мрачное. Стены в коридорах только что покрасили. Деревянные части обильно покрыты лаком, но от этого обстановку посвежала настолько же, насколько способна посвежать старушка, пустив вход в пудру и помаду. Неторопливо поднимаясь по лестнице, каменные ступени, стертые ногами бесчисленных посетителей, как бы прогнулись посредине. Человек, сидящий за письменным столом, мне совершенно не знаком. Выстокий худой мужчина, вероятно, моего возраста, этого несколько меланхоличного возраста, между 40 и 50 годами. Он предупрежден о моем приходе и, очевидно, ждет меня, потому что в комнате присутствует еще один человек, которого я знаю и который мне сейчас нужен. Оперативный работник, занимающийся наркоманами. Мне необходимы некоторые подробности о последних действиях этой компании, говорю я, но об этом мы можем поговорить потом, чтобы не отнимать у вас время. Я бы только попросил вас распорядиться, чтобы, начиная с этого момента, никакие меры против этой компании не принимались без предварительного согласования со мной. А я как раз собирался завтра вызвать их всех по порядку номеров, замечает оперативный работник. Зачем? Вчера вечером обобрали аптеку. А откуда известно, что это они? Один из них пойман на месте преступления. Кто именно? Спрашиваю я и чувствую, как у меня закололо подложечкой. Да этот фантомас. Я молчу, и это дает возможность шефу вспомнить закон о гостеприимстве. Чашку кофе? Благодарю. Не смею отнимать у вас время. В таком случае вас угостит драганов, а об остальном не беспокойтесь. Оперативный работник тоже примерно моих лет. Этот невысокий человек, с замедленными движениями, невозмутимым лицом, говорящий тихим голосом, почему-то скорее напоминает мне учителя, нежели офицера милиции. После того, как мы выпили обещанный кофе, он начал своим обычным, ровным тоном, методично, и неторопливо рассказывать о действиях шайки, как будто приступил к очередному уроку. Многие упоминаемые им подробности меня в настоящий момент не интересуют, но я выслушиваю его терпеливо, так как не знаю заранее, что из сказанного мне может пригодиться, а что нет. До последнего времени они снабжались непосредственно через аптеки, пользуясь поддельными рецептами и паспортами своих близких. Но в большинстве аптек их уже знают, да и мы установили более строгий контроль за продажей наркотических средств. Это заставило их обратиться к другому источнику. Однако мы наложили руку и на него. Речь идет о медицинской сестре из ИСУЛ по имени Вера, которая систематически выносила из склада Морфий и которую мы всего лишь неделю назад поймали с поличной. И вот, оказавшись в безвыходном положении, они замышляют и осуществляют минувшую ночь у ограбления. Они, как эхо повторяю, но кто из них подал идею? И вообще, кто мозг этой банды? Естественно, тот, кто ее главарь, отвечает Драганов. Тот самый апостол, о котором я уже упоминал. Он что у них, умнее всех? Я бы не сказал, что он умнее всех, вертит главой собеседник. Его отличает не столько ум, сколько воображение или, если угодно, больная фантазия. А может, и зачатки своеобразного дара группировать вокруг себя людей. Книги читал безразборно, у него всегда в запасе дюжина готовых фраз. Умеет употребить их к месту и не к месту, но не выделяется особым интеллектом. Баян, к примеру, куда умнее его. И все же они баян, а именно этот апостол, вожаком у них, вставляю я, как бы внушая ему, что показывать крупным плодом моего человека нет оснований. Да, но не забывайте, что баян у них дебютант. Он примкнул к группе совсем недавно, и потом он слишком замкнутый, апатичный, и молчаливый, чтобы стать душой группы. Я не возражаю. И Драганов снова пускается во всякого рода подробности, большей частью не нужные мне. Обстоятельно рассказывает о проделках некоего Пепу, о последнем конфликте между Розой и ее родителями, о разговоре с Лили, который имел место позавчера тут, в этом кабинете. Он называет всех их по именам, говорит о них так, как будто они его питомцы. Он называет по именам и всех прочих наркоманов, которых в столице насчитывается несколько десятков. И говорит о них так, будто все они образуют вверенный ему класс. Весьма необычный, беспокойный и больной, кошмарный класс. Но раз уж этот класс так или иначе достался ему, то он должен справиться с ним наилучшим образом. Какое-то время я слушаю рассеянное изложение разговора Драганова с Лили, пока случайная фраза не насторожила меня. Значит, Лили действительно является приятельницей Баяна? Да, в какой-то мере. Почему в какой-то мере? Да потому что, мне кажется, он не отвечает взаимностью на ее чувства. И все же, как она его увлекла? Не знаю. Трудно допустить. Едва ли она способна оказать на него какое-то влияние. Скорее, он бы мог на нее повлиять. Но ведь вы же говорите, что Баян дебютант. Мы собеседник молча и как-то без помощи-то пожимают плечами. Я тоже молчу, слегка негодуя на него и на самого себя за смутное желание любой ценой объявить моего подопечного. Понимаете, все они из одного квартала. Вместе росли, вместе гуляют и очень трудно определить, кто на кого в какой мере оказывает влияние, не считая, конечно, апостола, потому что тот открыто выступает в роли подстрекателя. Хорошо, киваю я. И все же эта наркоманская афера, как и все прочее в этом мире, должна же иметь какой-то начал. О, да, все начиналось с их выпускного бала. Вы хотите сказать, что они себя губят с той поры, когда кончили школу? Нет, бал – это предыстория. Кто-то из них предложил собраться в этот день и в этом же месте ежегодно, но поскольку ребят ждала армейская служба, первая встреча состоялась лишь через два года, точнее, прошлой весной. Вот тогда-то апостол и фантомас предстали перед остальными в ореоле наркоманов и в ту же ночь преподали первую урок Пепу, Розе и Марго, а потом к ним примкнули Баян и Лили. Понимаю, рассеянно бормочуя, хотя сейчас меня занимает вопрос куда более важный, чем эта история полового созревания. В сущности, к тому времени жизнь уже разбросала их в разные стороны, продолжает рассуждать драганов, но эта встреча снова их свела и не к добру. Значит, в аптете они шуровали впустую, спрашиваю я, желая приблизить разговор к событиям с самого последнего времени. Да не совсем. Унесли ровно пятьдесят ампул морфия, по два кубика в каждый, спокойно возражает мой собеседник. Ампулы исчезли из шкафа Венена А. Правду, у фантомаса не удалось их обнаружить. А вы уверены, что не сунул их куда-нибудь? Абсолютно. У фантомаса были соучастники. У них всегда есть соучастники. Они предпочитают действовать группой, чтобы все были при деле. Каковы факты? Факты? А вот вам факты. Ограбление совершено в два часа после полуночи. Грабители действовали уверенно, хорошо зная обстановку. Дверное стекло разбили, предварительно наклеив на него лист бумаги, чтобы не звенели осколки. Фантомас проникает в аптеку, лезет за прилавок, взламывает шкаф Венена А, вынимает упаковку с ампулами и, вероятно, передает ее кому-то, ожидающему снаружи. Тем временем, житель соседнего дома, случайно заметив с третьего этажа действия взломщиков, сообщает по телефону в милицию. К счастью, в этот момент поблизости находилась патрулирующая машина. Ее тут же направили на место происшествия. И все-таки нашим едва ли удалось бы захватить фантомаса, если бы того не разыгрался аппетит. Передав коробку с ампулами своим дружкам, он возвращается назад и пытается разбить шкаф Венена Б. Именно в этот момент его застает патруль. Ну а каковы показания этого самого фантомаса? Да несет какой-то вздох. Точнее, проходил, дескать, мимо аптеки, увидел якобы разбитое стекло и, подстрекаемый наркотическим голодом, соблазнился залезть внутрь. Шкаф с ядами тоже, видите ли, оказался разбитым и никакого морфия там не было. Поэтому он поддался новому искусству. Попытался сломать шкаф Венена Б. Словом, его версия сводится к тому, что ограбление совершил не он. И что у него не было соучастников. Именно так этот парень своих не продаст. И вы считаете, что он и дальше будет придерживаться этой версии? Ужасный упрямец, а какой беззастенчивый. Он заодно с апостолом и Пепо. Они-то и образуют злокачественную опухоль в этой шайке. С остальными легче. Если вас интересует мое мнение, то я бы не стал особенно прижимать этого фантомаса. Небрежно вставляю я. Пускай себе придерживается своей версии. От наказания ему все равно не уйти. Да и остальных особенно не прижимайте. Сейчас вызвать у них панику нецелесообразно. Значит, допросы мне пока отложить? Если их не допросить, от этого они тоже могут расположиться. Раз один из них пойман, они отлично понимают, что свидание с вами так или иначе неизбежно. Ну, вы разошлите им повестки, но действуйте не слишком напористо. Пускай у них создастся впечатление, что запрашивают их только ради соблюдения формы. Не более того. Понимаю. Теперь, когда шайка снабдила себя морфием, они, конечно же, захотят обеспечить себе подходящую территорию. Уже обеспечили. В первую же ночь после ограбления они собирались на квартире Марго. А родители? На прошлой неделе уехали в Пампарово. Там у них дачка. Ведется какое наблюдение за этой квартирой? Пока не было необходимости. Хорошо. Мы сами этим займемся. А где они в другое время встречаются? Все в той же Ялте? Или в молочном баре? Нет. Теперь у них есть место. После моего разговора с двумя девицами они стали делать вид, что вообще больше не собираются. На деле же они перебазировались поближе к окраине. В ягоду. Надо будет наведаться и в эту ягоду. А вы какое-то время можете особенно не тревожиться за них. Я полагаю, что таких подопечных у вас предостаточно. Не так уж и много, возражает Драгавов. Всего несколько десятков. Но забот с ними хоть отбавляй. Неплохо бы и мне поприсутствовать на допросе. Ясно. Кивайтон затем добавляет, только вы имеете в виду, что присутствие постороннего человека может вызвать у них тревогу. Они не должны подозревать о моем присутствии. Так будет лучше. Снова кивает Драганов. Это нетрудно устроить. И он встает, дабы проводить меня. Оперативная группа уже составлена. Задачи распределены. И мы с Бориславом уединяемся в кабинете, чтобы подробнее разобраться в теме, именуемой Томас. Борислав тоже включен в состав группы. И на его долю досталась самая крупная рыба. Упомянутый дипломат. Впрочем, не такая уж он крупная рыба, когда на него посмотришь. Человек небольшого расточка, с добродушным, я бы сказал, приветливым лицом, безупречным костюмом, если судить по снимкам, которые Борислав рассыпал по столу и которые я разглядываю, слушая изложения фактов, мне уже известных по материалам досье. Томас в ресторане Софии беседует с незнакомым мужчиной, Томас у Золотых мостов разговаривает с незнакомой женщиной, Томас выходит из дома радио, Томас выходит из полиграфического комбината, Томас-анфас в полуоборот в профиле сзади улыбающийся и серьезный, с машиной и без машины, целая гора снимков, а выводы, которые можно сделать после ознакомления с ними, более чем скромные, низкорослый человечек с добродушным лицом в безупречном костюме. А в остальном ничего особенного. Абсолютно ничего особенного. И в Чили, и в Нигерии, где был аккредитован, он действовал весьма результативно, хотя и довольно грубо, пока наконец не провалился, продолжает Борислав свое изложение, подбрасывая в руке пустой мундштук. Так что для него назначение в Болгарию видимо последняя возможность реабилитироваться. Не случайно он с первого же дня с таким старанием принялся наложивать связи с различными учреждениями. Может быть ему просто хотелось внушить окружающим, что он действительно советник по культуре. И неудивительно, поскольку Томас весьма далек от культуры. Да, но он преследовал и другую цель создать широкий круг личных знакомств, посетил радио, телевидение, народную библиотеку, университетскую библиотеку, добрую половину столичных газет и журналов, словом, где он только не побывал и все это в течение каких-то двух недель. Ну а потом? А потом затишье и полный мрак. А это что? Спрашиваю у Борислава, бросив ему снимок из ресторана Софии. Встреча с профессором Беровым? А кто он такой? Считается крупным математиком. Может быть, в математике он действительно силен? А что касается здравого смысла, он с ним явно не в ладах. Его пригласили приехать на запад. Этому предшествовали обычные комплименты и вещественные знаки внимания. И он до такой степени растоял от умиления, что стал нести всякие глупости. А поскольку субмы со стороны хозяев и глупости со стороны нашего соотечественника были соответствующим образом документированы, Томас явился напомнить ему, что он их должник. Говорен и с этим профессором. Он сам пришел и обо всем рассказал. О, значит, здравый смысл все же победил, отмечаю я. А что конкретно Томас от него требовал? Да ничего особенного, вроде. Делал намеки о популяризации их успехов. Конкретнее сводилось, вероятно, к поездке Беровой. А это, спрашиваю, разглядывая снимок, сделанный у золотых мостов. Секретарша. И приятельница? Да, и приятельница, кивает Борислав. Он высоко подбрасывает мундштук и ловит его рукой. Перестань нервничать, одергиваю я его. Возьми сигарету и уймись, пожалуйста. Сатана, отвечает мой друг, после чего тянется к сигаретам и закуривает. У Томаса неприятности не только по службе, но и в семье, поясняет Борислав, выпуская вместе со словами соответствующую порцию дыма. Жена его, очевидно, мечтала вовсе не о Софии. Ее влекло в Париж, в Лондон. Не успев приехать сюда, она после первого же семейного скандала хлопнула дверью и уехала обратно. Так что Томас теперь соломенный вдовец и кавалер в собственной секретарше. А в чем состоят ее функции? Она секретарша, если не касаться их интимных отношений. Их интимные отношения меня не интересуют. Еще что. Больше ничего. Затишье, как я уже тебе сказал. Из дому в посольство, из посольства домой, приемы, попойки на квартирах у коллег. Надеюсь, наша служба следит взорко. Следит, только очень издалека. Ну что ж, пускай продолжает свою деятельность. Затишье может означать подготовку. Пускай он проявит себя. Человеку надо реабилитироваться. Постараемся ему помочь, кивает Борислав. Слышен стук в дверь и в комнату входит лейтенант из нашей группы. Повезло нам с квартирой, докладывает он. В доме напротив на этом же этаже живут наши люди. Молодая семья, геологи. Сами отправились в командировку, а квартиру оставили нам. Когда сможете смонтировать аппаратуру? Надеюсь, к завтрашнему вечеру все будет готово. А как насчет ягоды? Там дело сложнее, обстановка неподходящая. Может, ограничимся записями? Достаточно одних записей, соглашаюсь я. О другом не беспокойтесь. Лейтенант машинально вытягивается в струнку, несмотря на то, что он в штатском, и уходит. После этого мы с Бориславом снова опускаемся в рассуждение о том, как помочь Томасу. Глава 3 В нашу эпоху технической революции, когда дело создания аппаратуры для подслушивания, наблюдения, фотографирования, каждый день отмечается все новыми и новыми, эпохальными достижениями, крохотное устройство, предоставленное в мое распоряжение Драгановым, кажется жалким, и примитивным. Жалкое и примитивное, но дело свое делает. Крохотный объектив размером с булавочную головку вмонтирован в стену комнаты, в которой ведется допрос. Этот самый объектив при помощи системы увеличительных линз передает на противоположную стену смежные комнаты изображение, наблюдать которое можно, не напрягая зрение. Удобно разместившись в этой смежной комнате, я созерцаю на небольшом экране фигуру Драгана, сидящего за письменным столом ко мне спиной, и фигура апостола, стоящего лицом ко мне. Это высокий, тощий юноша, в нем можно было бы заподозрить баскетболиста, не будь он таким вот немощно расслабленным и слегка сутулым. Тонкие ноги, кажется, с трудом держат его длинный скелет. Лицо у него тоже расслабленное, тоже длинное и очень бледное, как у настоящего евангельского апостола, если не принимать во внимание некоторые наглости во взгляде и изгибах губ, что возможно и не присуще евангельским апостолам. На нем черный свитер с высоким воротом и с невмеру короткими рукавами, и мятые узкие серые брюки, тоже слишком короткие для его роста. Апостол Велчев произносит Драганов сухим козелным голосом. Он и есть, невозмутимо подтверждает посетитель. Скажи-ка, апостол, до каких пор ты будешь прибавлять нам хлопот? А? По свойсти спрашивает Драганов, неожиданно отказавшийся от официального тона. А в чем дело? Опять что-нибудь случилось, товарищ майор, с неподдельной невинностью и теплым участием спрашивает гость. А ты почем знаешь, что случилось? Ну вы же сами говорите про хлопоты. Когда ты в последний раз видел Фантомаса? Апостол накладывает на лицо печаль глубокого раздумья, перемещает тяжесть своего стилета с левой ноги на правую и отвечает. Вчера. Не может быть. Тогда позавчера. Вчера или позавчера, во всяком случае в Ялте. Он мелькнул перед глазами, но я не стал заходить, так как очень торопился. О, ты даже торопишься иной раз. И куда же это ты так спешил? Хм. Посетитель снова задумывается и снова перемещает центр тяжести стилета на этот раз с правой ноги на левую. К баяну шел. Обещал занести ему книжку. Спешное дело, ничего не скажешь, кивает драганов. Ну и в котором же часу это было? Не могу точно сказать. Наверное, около четырех. И с тех пор, ты говоришь, Фантомаса не видел. Нет. И даже не знаешь, вчера это было или позавчера. Но вы же понимаете, товарищ майор, при моем психическом состоянии, страдальчике изрекает апостол. Раз твое психическое состояние столь плохо, давай мы тебя подлечим, предлагает драганов. Мерси, знаю я ваше лечение. А где морфий? Внезапно и резко спрашивает майор. Какой морфий вздрагивает долгий завязый? Тот самый, что Фантомас украл при взломе аптеки. Какой аптеке? Симулирует очередное вздрагивание апостол. Пятьдесят ампул морфия. Пятьдесят, подчеркнуто произносит драганов, не обращая внимания на искреннее удивление, написанное на вытянутой бредной физиономии. А при чем тут я, если Фантомас залез в аптеку, восклицает апостол, пытаясь одновременно выразить и невинность, и беспомощность, и задетое чистолюбие. Только вот Фантомаса мы сцапали, а вот ампул пока не обнаружили, уточняет драганов. Значит, он передал их кому-нибудь из вас. Кому? Вот на это ты и должен мне ответить. Ни сном, ни духом тут моей вины нет, уверяю вас, все так же беспомощно бормочет молодой человек. Ты ни сном, ни духом не знаешь, что творит твой ближайший друг. Во всяком случае, аптеку я с ним не взламывал. Ты скоро начнешь утверждать, что и с Морфием ты не имеешь ничего общего. Этого я не говорю, бомнит апостол, и отводит взгляд в сторону. И потом, Морфием ли я травлю себя или чем-то другим? Да и вообще травлю я себя, нет ли? Кого это касается? Скажите на милость. Кого? Если я в один прекрасный день пырну себя вот сюда, кухонным ножом, он делает красноречивый жест по направлению к своему животу, вы тогда станете требовать от меня отчета? Где? На том свете? Мы не требуем от тебя отчета. Мы пытаемся тебя спасти. Я не прошу вас, чтобы вы меня спасали, хмуро изрекает долговязый. Начну кричать о помощи, тогда и спасайте. А когда ты обираешь аптеки, нам что? Сидеть, сложа руки и любоваться тобой? Да? Я же сказал вам, никакой аптеки я не обирал. А где ты берешь морфий? Где? С того дня, как вы меня накрыли с фальшивыми рецептами, я просто погибаю от наркотического голода. Только вам этого не понять, страдальческий произносит апостол. Вот отправлю тебя в Курило, тогда ты узнаешь, что такое наркотический голод. Для меня вся София Курило, весь мир, восклицает долговязый с истерической ноткой в голосе. Ну вот как? А кто в этом виноват? Мы? Или такие вот, как ты? спрашивает Драганов, не повышая тона. И прежде чем парень успел ответить, майор кивает появившемуся милиционеру. Уведи его в следующий. Следующим оказывается женского пола. Рослая девушка, хотя и пониже апостола. И такая же расслабленная. Однако причина этой расслабленности в чрезмерной полноте, вызванной застойной жизнью, ленностью, или просто нарушением обмена веществ. Лицо миловидное, белое, я бы сказал, болезненно белое, чуть нахмуренное, апатичное и совершенно неподвижное. Словом, не имеющее ничего общего с артистической мимикой апостола. Одета молодая особа в мини-юбку, не слишком подходящую для ее толстых бедер, отчасти прикрытых, впрочем, длинным летним пальто, которое чуть не касается пола, сообразно капризному весеннему дню. Если не считать белой кожи, все у этой дамы черное или почти черное. Одежда, густые взлохмаченные волосы, глаза. Лилиана Милева, не говоря ни да ни нет, она стоит перед столом в полной неподвижности. Словно тут осталось только ее тело, а душа витает там, неведомо где. Садись, Лили, предлагает майор со свойственной ему манерой сменять официальный тон сугубо дружестю. Лили садится. Все с тем же апатичным видом, словно задипнотизированная, кладет нога на ногу и распахнувшиеся полы пальто обнажают ее импозантные бедра. «Как живется?» по свойствии спрашивает Драганов. Обыкновенно. Голос у нее низкий, фрипловатый, как у джазовой певички был их времен. «Я хочу сказать, с морфием или без морфием? Вы же знаете, что с этим я покончил. Да это Бог, кивает майор. А позавчера вечером чем ты занимался?» Позавчера она слегка поднимает черные брови, но лицо ее остается все таким же безжизненным. Кажется, была в кино. «Ага, прекрасно. А что же ты смотрела?» «Багдадского вора», не колеблясь, уточняет девушка. «Этот фильм в течение недели ни в одном кинотеатре не показывали», в свою очередь, уточняет Драганов. «Скажи это апостолу или Баяну или тому, кто подучил тебя брать мне». Она молчит, словно все это ее не касается. «Ну а потом, после кино, в котором ты не была, чем ты занималась?» Пошла домой. «Одна с Баяном, если это имеет какое-то значение». «Никакого значения это не имеет, раз с Баяном. Тем более, что вы сговорились». Майор замолкает на время, как бы раздумывая над тем, продолжать ему этот бесполезный разговор или прервать его. Потом спрашивает. «И все же, в котором часу вы пришли домой?» «К одиннадцать». «В твою мансарду?» «А куда же еще?» «И больше не выходили?» Лили кивает. «Странно», тихо роняет Драганов. Однако его замечания не производят на девушку никакого эффекта. «Странно», повторяет майор. «Потому что люди видели, как вы в полночь выходили из ягоды». «И что же в этом странного?» По-прежнему невозмутимо реагирует Лили. «Просто у меня нет часов». Она поднимает руку и сдвигает рукав. «Вот, поглядите, нет их у меня». «Правда. И вообще я не слежу за часами. Хотя, если бы заранее знала, что вы меня вызовете, я бы взглянула на них, чтобы быть точнее в своих ответах». «А ампулы?» Лили даже не спрашивает, какие ампулы, а продолжает сидеть с безучастным видом, откинувшись на спинку стула, скрестив ноги, потупив взор, словно ей захотелось маленько вздремнуть. «Ампулы!» «Те, что Фантомас стащил в аптеке в ту самую ночь!» кричит Драганов, чтобы разбудить ее. «Впервые слышу. Знаешь, Лили?» Она лениво поднимает темные глаза и как бы для того, чтобы избавить его от напрасных усилий, произносит. «Ничего я не знаю». Произносит спокойно, но так, что в этой фразе отчетливо услышится другое. «Ничего я вам не скажу». Драганов нажимает на кнопку под столом и отдает появившемуся милиционеру распоряжение. «Уведите ее!» «Следующий!» В этот раз следующим был Баян. «Я полагал, что нам с тобой больше не придется встречаться, по крайней мере тут, в этой канцелярии». Вставляет Драганов после нескольких незначительных вопросов. «И я так думал», тихо отвечает парень. «Мне даже непонятно». «А, непонятно. Я вам честно говорю, что с этим уже покончил. Если не верите, пошлите меня на анализ». «Ты лучше скажи, порвал ли ты с теми, что ждут тебя там, на улице?» «Почти, кроме Лили». «Да, Лили, я так и не понял, что она смотрела позавчера в кино». «Она вообще в кино не была». «А она говорит, что была». «Не знаете женщин, стоит испугаться и сразу начнут врать». «Что-то я не заметил ее испуга». «Такая уж она виду не показывает». «А чего ей пугаться? Она знает столько же, сколько и я. Но раз вызвали, значит, ты даже не догадываешься, зачем вас вызвали». «Понятия не имею». «А когда ты в последний раз видел Фантомаса?» «Давно я его не видел». «Но ты же был позавчера в Ягоде. Мы были там вдвоем, с Лилией. А что ты знаешь об ограблении аптеки?» «Какой аптеке?» «И о каком ограблении, дополняет Драгалов. «Ну, я вам честно говорю». Байон постоянно подчеркивает это свое честно, и держится он куда естественнее, чем апостол. И все же я не могу отрешиться от мысли, что мой подопечный берет нисколько не хуже апостола. «Ладно, ступай». «Досадливо машет рукой, майор. Однако парень не торопится уйти и в какой-то нерешительности посматривает на Драганова. Мне только хотелось вас попросить». Он замолкает, и Драганов в свою очередь смотрит на парня. «В чем дело?» «Мне хотелось вас попросить, чтобы вы не сообщали товарищу Буеву. Тем более, что я и в самом деле ничего не знаю про эту аптеку и почти порвался во всей этой компании. И вообще». «А почему ты боишься, товарища Буева?» «Я не боюсь. Неловко мне». «Ладно, ступай», повторяет майор. «Видали?» «Неловко ему». Сегодня тоже все послеобеденное время проходит в служебных разговорах с Бориславом. Только на сей раз к теме Томаса прибавилась еще одна. Чарли. «Ужасно нечистоплотный тип», замечает мой приятель. «Что конкретно ты имеешь в виду?» «Все. Особенно его ноги». Борислав вытаскивает из какой-то папки несколько снимков и через стол бросает их мне. «Смотри, он босой», изумляюсь я, взглянув на первый снимок. «Только когда в парадной форме», уточняет мой коллега. Гражданин Чарлз Уэст в дружеском общении Чарли заснят во всем своем величии в момент, когда он выходит из посольства. Худой и высокий, конечно, не то что апостол, он одет с артистической небрежностью, рубаха в крупную клетку, распахнутая почти до пояса, мятая кожаная куртка и такие же мятые ковбойские штаны. Лицо в основном представлено большущим острым носом, остальная же часть его в большей или меньшей степени скрыта буйной кутрявой растительностью. Длинные косматые шевелюры с клокоченной бородой и свисающими усами. Гитара, висящая на плече, и босые ноги счастливо дополняют его парадный вид. «О, наш герой моторизован», замечаю я, переходя к следующей фотографии, на которой Чарлз Уэст восседает на своем мотоцикле. «Приволок» это старое барахло из Турции и газует на нем туда-сюда. «И где же его резиденция?» «Живет на улице патриарха Евтимия у одной старушки, сестры его матери. А чем он занимается в последние дни?» «Да все тем же, шляется по кафе. И во всяком случае в посольство он не наведывался, если тебя это интересует». Борислав тянется к сигарету. Закуривает с рассеянным видом, как бы машинально, не сознавая этого. Потом говорит, выбрасывая вместе со словами соответствующее количество дыма. «Пока что эта фигура не играет никакой роли. Самый банальный случай. Бродяжка из богатой семьи. Один из тех скитальцев, коих тысячи шляются по белу свету, потому что это модно. Скука и наркотики не дают им покоя». «У нас наркоман ничего не найдет. Пожалуй. Но этот нашел Марго. Марго не находка. Таких всюду хватает, как говорится. Хоть спрут-прутил». «Да, но знаешь, когда человек влюблен, то ему начинает казаться, что с его возлюбленной никто не может сравниться». «Наркоманы не очень-то сильны в любви. Может, это и не любовь, не знаю, дружба, привязанность, что бы там ни было. Для меня эта фигура не имеет никакого значения». «Татих фигур, которые бы не имели никакого значения в жизни не бывает. Так же, как в шахматах. Понимаю, но я имею в виду данный момент». «Данный момент?» «Да откуда нам знать, что подготавливается в данный момент?» «Быть может, этот косматый и бескарактерный Одиссей уже превратился в инструмент для осуществления операции, об истинных целях которой сам он и понятия не имеет. А может, мы готовимся устроить облаву в лесу, в котором давным-давно нет дичи? Устраиваем засаду для призраков. Может, мы вообще зря вторглись на территорию Драганова?» «Оставив на работе свои координаты на случай каких-либо непредвиденных обстоятельств, мы торопимся в Болгарию чего-нибудь поесть. У широкой витрины нашелся свободный столик, лениво жуя, и запивая пивом сосиски, мы наблюдаем за движением прохожих по бульвару. Скоро вечер, в такое время люди обычно выходят на прогулку. На тротуаре в мягком свете заходящего солнца медленно дефилирует молодежь парами или группами. Прохожие болтают, смеются, иные посматривают в нашу сторону, и мы невольно чувствуем себя на положении манекенов, рекламирующих в витрине сосиски и пиво. Это, мол, вкусно и питательно». Как бы то ни было, но после того, как ты занимался больными людьми и их болезнями, приятно видеть вокруг себя такой жизнерадостный и здоровый народ. «Их всего несколько десятков», говорит Драганов. И, может быть, он, Драганов, даже не подумал о том, что для него это сравнительно малое число не имеет никакого значения, потому что он на всю жизнь осужден заниматься этими несколькими десятками, по восемь, а то и по десять часов в сутки, проводить только с ними. Видеть воочию их драмы и катастрофы, потому что фактически они неотделимы от его собственного существования. Мы выходим на улицу в сумерке, в невообразимой сутолке на улице Бенковского, находим оставленную нами служебную машину, я сажусь за руль, и через десять минут мы останавливаемся на узенькой, скверно освещенной улочке. «Это и есть тот самый дом?» спрашивает Борислав, вылезая из машины. «Это его родной брат», поясняю я, «потому что весь здешний квартал состоит из почти одинаковых, очень неухоженных жилых зданий, построенных где-то в начале войны. Мы входим в парадную дверь, попадаем на неосвещенную лестничную площадку, откуда через черный ход во двор пересекаем его, чтобы вскоре очутиться в другом таком же дворе, после чего проникаем опять же черным ходом на второй этаж. Клопка звонка подает сигналы, морза, тихо раскрывается дверь, мелькает лицо одного из наших людей. «Что нового?» обращаясь к лейтенанту и его помощнику, которые здесь дежурят. «Ничего. Ждем. На экране телевизионного устройства видна просторная гостиная. Не наша, а та, что в доме напротив. В ней наступает оживление. Входит Марго, сопровождаемая апостолом, и Пепо. Кавалеры запросто располагаются в креслах, а Марго тем временем направляется в нашу сторону, вероятно, для того, чтобы опустить шторы. Напрасный труд, только как я об этом скажешь. Наши окна тоже давным-давно зашторены, однако для телевизионных устройств это не помеха. «Дай что-нибудь выпить», требует долговязый. «Вы прошлый раз все выдули», отвечает Марго, снова появляясь в поле зрения. «Впрочем, на кухне, кажется, есть немножко коньяку». «А я пас. Дело твое, но тут должны стоять бутылки и бокалы». «Ты считаешь, что сюда могут нагрянуть люди Драганова?» спрашивает Марго. «Едва ли, хотя не исключено», отвечает апостол. «Попробуй, догадайся, что им взбредет на ум, и все же мне не верится, чтобы они стали ночью колесить по городу ради нас. Пока не расколется Фантомас, Драганов нас не станет донимать, а Фантомас ни за что не расколется». «Фантомас могила», соглашается Пепу. «Заботитесь только о себе», тихо замечает Марго. «А вы представляете, каково сейчас сыну, бедняжки». «Почему только о себе», возражает Долговязый. «Так случилось. Нынче очередь Фантомаса, а завтра или послезавтра придет наш черед». «Так случилось», сердито повторяет хозяйка. «Если бы ты не заставил его вернуться и разбить второй шкаф, ничего бы не случилось». «Я о вас заботился», невозмутимо доказывает апостол. «Завтра вы опять начнете конючить, а каждый день грабить аптеки не приходится. Давай-ка неси коньяк». В это время слышится звонок. Марго исчезает за дверью и тут же появляется снова вместе с Баяном, Лилией и Розой. «А, вот кто принес коньяк», восклицает апостол, заметив в руках Баяна бутылку, завернутую в бумагу. «Это водка», уточняет Баян. «Какая разница? Ну-ка несите рюмки, надо немного отвести душу, а то мои нервы больше не выдерживают». «Только твои», негодующий вормочет Роза. После этого комнату заполняет нестройный, но довольно плотный шум, получающийся в тех случаях, когда шесть собеседников в одно и то же время хотят высказать шесть разных мнений. Марго приносит рюмки и недопитую бутылку, но не успела она разлить содержимое бутылки, как со стороны апостола слышатся новые распоряжения. «Тащи сюда авуары». Авуары у них как и следовало ожидать аптечно-медицинского свойства. Долговязый раскрывает картонную коробку, поданную хозяйкой, и оповещает присутствующих. «По две ампулы на нос». «Почему по две?» недовольно спрашивает Баян. «Потому что остальные будут храниться здесь, в общей касте». «Да, если придут с обыском, то чтоб забрали все сразу. Давайте-ка лучше поделим их и дело с концом». «Нет», стоит на своем долговязый. «А вдруг захотят обшарить у нас карманы? Где риск больше? А собираться нам все равно здесь. Другой площадки нет. А насчет остального Марго сама сообразит». Авуары распределены, и гости расходятся по дивану и креслу. «До чего предусмотрительный у тебя отец?» говорит Баян хозяйке, укладываясь с лили на диване у двери. «Столько мягкой мебели для нас приготовил?» «Отец», презрительно замечает Марго, «все это от деда». О том, что обстановка этой гостиной датируется не нынешним временем, и говорить не приходится. Мебель, французские шторы, лампа с шелковым абажуром, тирольский пейзаж на стене, гипсовое изваяние какой-то античной богини с отменным дустом, лишенные носа – все это говорит о былой роскоши времен буржуазного привлекают сейчас мое внимание. Участники небольшого светского сборища, забившись каждый в свой угол, достают шприцы и засучивают рукава. Где-то вне поля зрения Роза, вероятно, включила магнитофон, потому что комнату заполдовала назойливая своим монотонным ритмом мелодия. Но пуще всего меня в данную минуту интересует то, что Баян, подготовив шприц для Лили, наполняет второй для себя и лихо втыкает его в собственную руку. Какой лжец. В гостиной точно напротив наступает молчание и лишь низкие монотонные звуки, немного допоминающие далекую барабанную дробь, продолжают звучать. Гости притихли и каждый как бы всматривается полулежа в свою навязчивую идею. Один апостол, который, как видно, труднее всего поддается действию морфия, что-то невнятно болтает сам с собой. Это следует сформулировать и передать, пускай слышат если ты не умер. Сперва ты должен уйти из жизни. Бракосочетание, звон будильника, детские коляски, мелочные трамвайные билеты, давай ключи от квартиры, кто угощает, глупости. Долой все это, чтобы воскреснуть. Воскрес и полетел на голубую даль. Он спотыкается на каждом слове, словно на него язык выбился из сил. Наконец апостол окончательно замирает, опустив голову на спинку дивана. Но именно в этот момент в коридоре звенит звонок. Скорее от досады, неужели от испуга долговязый сердито рычит? Кого там принесло, Драганова? Гоните его в шею. Наверное, Чарли, сонно произносит маргу и кое-как стряхнув в себя цепенение встает. Его тоже гони, машет рукой апостол. А может он с надобья принес? Неизвестно, принес Чарли с надобья или нет, однако он уже тут, стоит посреди комнаты, а окружающие ноль внимания. Один долговязый снова поднимает голову и тихо гундосит. Я апостол. Апостол наркоманов. Он, как видно, предупреждает пришельца, чтобы тот не вздумал посягнуть на его права. После этого долговязый снова погружается в мир каких-то своих образов, невидимых даже при нынешней совершенной технике. Мой милый птенчик обращается Чарли с церемонным жестом к Марго. Оставь меня сейчас, бормочет она, снова направляясь к дивану. Пришельц растерянно оглядывается в поисках возможных собеседников, однако все здесь в одинаковой мере не склонны сейчас иметь с ним дело. Он машинально пробегает раз-другой по струнам гитары, с которой, похоже, не расстается даже когда спит. И обескураженный подсаживается к Баяну. Погрузившийся в Нирвану Баян тоже не обращает на него внимания, пока Чарли не схватил его за плечо. Ты сколько себе вспрыснул? Сколько я мог вспрыснуть? Одну ампулу. Я от такой малости осовел, как сам Анамбула, и от одной ампулы не способен даже прийти в себя. Чарли безошибочно говорит по-болгарски, лишь немного растягивает отдельные гласные. Это уж кого как, отмахивается Баян, затем бросает косой взгляд на соседа. Дай несколько ампул. Однако Чарли дает лишь несколько коротких аккордов на гитаре. Ну дай же, дай, прежде чем эти хищники обшарят твои карманы. Несколько ампул. Чарли поворачивается в его сторону. Что такое несколько ампул, когда впереди целая жизнь? Про то, что нас ждет впереди еще успеем, падал. Вот как? А завтра? А послезавтра? И обращаясь к Лили, уныл сидящий чуть поодаль, нежно просит. Милая деточка, останови этот магнитофон, останови, родненькая, я сам тебе поиграю. Лили встает, как автомат, и медленно уходит куда-то за пределы видимости. Чарли тоже встает, ставит ногу на кушетку, слегка наклоняется к баяну, и в момент, когда замолкает магнитофон, начинает бренчать на гитаре. Разница между только что звучавшей барабанной дробью и сменившей ее мелодии для нашего слуха почти неуловима. Зато реплика, сопровождающая музыку, слышна вполне отчетливо. Ты можешь заполучить десятки, сотни, тысячи ампул, мой милый баян. Каким образом? Спрашивает баян без особого энтузиазма. Если уеду с тобой туда? Чарли отрицательно качает головой. Тут, 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 милый мой баян. Тыщу ампулы, девочку. Да какую? Богиня? Богиня мне ни к чему, морщится парень. Ты давай ампулу. Заработаешь, получишь ампулу. А как именно? Чарли еще больше наклоняется к баяну, но тут на кушетку возвращается Лили. Всему свое время, бормочет космотый. Вот оно, соображаю я, больше не обращая внимания на карканье космотова. Как и следовало ожидать, клюнул таки. Глава четвертая. Куда тебя отвезти, спрашиваю, когда мы подходим к машине, оставленной в темном переулке. Поехали ко мне, предлагает Борислав. Елена сжарит нам яичницу с ветчиной. Сейчас, в полночь, не беспокойся, она обычно допоздна читает. Я не возражаю, мне абсолютно все равно, куда ехать. Мы трогаемся с места, а по дороге мой друг проясняет. В июне у нее последняя сессия, так что она читает без конца. Мы входим в квартиру моего друга, оказывается, Елена и в самом деле еще читает, лежа на диване, в гостинке. Ну и застали же вы меня, говорит хозяйка, явно смущенная тем, что она босиком, в пижамной блузке и поношенных брюках. Не стесняйся, успокаивает ее Борислав. Это Эмиль. Догадываюсь, кивает Елена вскать его и на ноги. Только не зная, догадываешься ли ты о том, что Эмиль голоден, как волк. Ну что ж, попытаюсь вам помочь. Правда, вы не рассчитываете, бог знает на что, добавляет дама, влезая в комнатные туфли, после чего исчезает на кухне. Мы выкуриваем по сигарете, затем до нас доносится голос хозяйки, сопровождаемый ароматом жареной яичницы. Ну идите, а то остынет. Мы садимся за небольшой стол. Ты можешь ложиться, мы сами тут управимся, обращается Борислав к хозяйке, а когда она уходит, продолжает. Только справимся ли? Если ты имеешь в виду яичницу с ветчиной, ты знаешь, что я имею в виду. Мы сосредотачиваемся на еде, каждый занят своими мыслями. Наконец хозяин приносит с плиты ковшик горячего кофе и берет сигарету с каким-то отсутствующим видом, как будто сам не сознает, что он делает. Ты должен выручить парня из беды, Эмиль. Согласен. Остается только выяснить, как именно. Ты прекрасно знаешь как. Боюсь, ты переоцениваешь мои возможности, с каких пор ломая над этим голову и ни к чему не прихожу. Так это же проще простого, восклицает Борислав. Сходи к нему, отзови его в сторонку, вправь его мозги, наконец. Не валяй, дурака. Все не так просто. Ты отлично понимаешь, что так в подобных случаях не поступают. Велика важность. Нет правил без исключения. Ради сына Люба Ангелова можно и отступиться от правил. Ты меня удивляешь, отпив кофе и вобрав в себя две порции дыма продолжая. Что бы мы ни доказывали, генерал не даст согласия. Зависит от того, как представить дело. Как ни представляй, он на это не пойдет. И ты это знаешь не хуже меня. Мы у самых истоков операции, который, возможно, будет нанесен серьезный удар противнику. А ты хочешь заранее поставить крест на этой операции. Для тебя важнее всего отправиться к возможному предателю и предупредить его, дескать, таким ребятам, как ты, негоже становиться на путь предательства. Но ведь это же сын Люба. Строго говоря, это всего лишь потенциальный предатель. Пешка в руках противника. И только. И наша задача состоит в том, чтобы дождаться, когда противник начнет переставлять фигуры и посмотреть, как он намерен распорядиться этой пешкой. Будет тебе. Не лучше ли подготовить человека, поставить перед ним задачу? Во всяком случае, не сейчас. И не обязательно. Подобного рода задачи возлагаются, как тебе известно, исключительно на людей, пользующихся безграничным доверием. А к этому нашему молодцу в данный момент я никакого особенного доверия не испытывал. Он обещал порвать с этой шайкой и обманул меня. Обещал покончить с Морфием и тоже обманул меня. Вчера участвовал в ограблении аптеки, а завтра собирается... Нельзя же судить о человеке лишь с профессиональных позиций, возражает Борислав. И от раздражения закуривает еще раз. Можно. И должно. Особенно, если он попал в поле зрения разведки. А с Баяном именно это случилось. До сих пор они его изучали. Изучали пристально со всех сторон, чтобы зря не рисковать. Теперь перешли непосредственно к вербовке. Начались испытания. И теперь зависит только от Баяна, выдержит он экзамен или провалится. Мы возвращаемся в гостиную, но и там разговор продолжается в том же духе. Потому что мой друг, человек удивительно спокойный, если уж что-то задумает, то ты хоть тресни, хоть лопни, будет спокойно и твердо стоять на своем. Поначалу я сокрушаю один за другим его аргументы, потом из участника беседы постепенно превращаюсь в слушатель, а в дальнейшем, вероятно, и слушателем перестаю быть, потому что вдруг устанавливаюсь, что лежу на кушетке, укзываю одеялом, и сквозь тюлевую занавеску мне видно, как ранним утром светлеет небо. Следующие два дня образуют длинную паузу. Длинную, потому что все это время уходит на ожидание. Компания находится под непрестанным наблюдением. Однако говорить особенно не о чем. Если не считать того, что он другой день вечером снова собрался интимный кружок на квартире у Марго. Еще четверть часа назад они валялись, как трупы, докладывает утром рано лейтенант. Чарли и Баян только что уехали. На мотоцикле. Постоянно поддерживать связь со службой слежения, даю дополнительные указания. О малейшей перемене обстановки сообщать мне. Однако все это утро проходит без особых перемен. Баян забегает не минуту домой, потом отправляется вдвоем с Чарли в Ялту, затем Ялту меняют на Варшаву. И лишь к обеду поступает заслуживающая внимания новость. Правда, совсем из другого направления. Томас со своей секретаршей едут по шоссе в сторону Панчерева. Небось, подались в Лебедь обедать, говорю Бориславу. Нам, увы, не удастся последовать их примеру. Мне кажется, было бы не худо перекочевать в пункт слежения. В пункте слежения мы киснем более двух часов, чтобы получить три мизерные новости. Баян и Чарли из Варшавы перебрались в пивнушку, что у Дервенического шоссе Томас с секретаршей, как и предполагалось, обедают в Лебеде. Томас с секретаршей покидают Лебедь, удаляются от Панчерева и, немного отъехав от шоссе, располагаются на отдыху. Расстояние между Дервеническим шоссе и Панчеревым не так уж велико, бормочет Борислав, как будто самому себе. Во всяком случае, прогулка на свежем воздухе нам не повредит, добавляю я. Затем отдаю необходимые распоряжения и мы вместе с лейтенантом садимся в специально оборудованную машину и в конец отравленные никотином с голодными болями в желудках отправляемся за город, словно на казнь. Дорога, ведущая к семинарии, уже позади и шофер жмет на газ, чтобы скорее преодолеть крутой подъем. Но тут по радио нам сообщает, что Томас со своей спутницей снова на пути к Софине. И еще Баян и Чарли покинули пивную и едут к Дервенице. Значит, движутся в различных направлениях, устанавливает лейтенант. Я на их месте делал бы то же самое, отвечает Борислав. Иначе как установишь, что за тобой не тащится хвост? Совершенно верно. Но пускай себе движутся в различных направлениях, а нам, чтобы не переводить зря бензин, лучше выждать, пока определятся их истинные намерения. Поэтому мы съезжаем на обочину. В этот момент доносится голос лейтенанта. Машина Томаса свернулась с шоссе и остановилась на проселочной дороге. И еще. Мотоцикл повернул обратно и едет к тому же месту. Если желаешь чего-то слишком сильно, всегда получается наоборот, на ходу бросаю Бориславу. И мы ныряем в машину. Преодолев несколько сот метров пешком, мы добираемся до укрытой в кустарнике Волги, снабженной необходимой аппаратурой. Расстояние до места действия слишком большое, чтобы они смогли нас увидеть. Зато мы прекрасно их видим с помощью соответствующего устройства. Хотите послушать? Спрашивает техник. Мы затем и пришли, говорю в ответ. Действующие лица разделены на две группы. Томас и Чарли возятся под капотом машины, делая вид, что пытаются обнаружить неисправность в метрах. В десяти от них в тени деревьев беседует полулежа Баян с секретаршей. Томас и Чарли время от времени обмениваются словами на родном языке. Однако для меня куда важнее разговор, который дамы с кавалером ведут на болгарском. Не лучше ли начать с сокровища, произносит Баян? Сокровища никуда не денется, успокаивает его секретарша. Сперва мы должны договориться о более важном, о том, что для нас несравненно более ценно. На ценности каждый смотрит по-своему, возражает молодой человек. Для меня лично главная ценность Морфии. Дело ваше. Только Морфия очень скоро кончается и возникает нужда в новых упаковках. Потом эти расходуются и приходится добывать новые. Словом, сколько не принимай, со временем все равно наступает голодание. А вот мы предлагаем счастливый и окончательный выход. Бегство в западном направлении на почему бы и нет. Каким образом? Вы бы сперва спросили, на каких условиях? Условия не имеют значения. Да и ваш запад не имеет значения. Думайте обо мне, что хотите. Но плевал я на ваш запад. Одного отрицать не приходится. Там снабжение немного получше. Значит, главное для вас иметь возможность отравлять себя? Не отравлять, а блаженствовать. Но у каждого, впрочем, свои понятия. Ну, дело ваше, пожимает плечами секретарша. Но раз мы начали с конца, то было бы неплохо приблизиться к началу. Она что-то достает из сумочки и показывает молодому человеку. Вы знакомы с этой дамой? Нет. Но если вы дадите ее адрес, а каким образом вы бы, например, с ней познакомились? Позвоню ей, а она снимет трубку, а я скажу «Привет, крошка, чем мы займемся сегодня вечерком?» «Так может выгореть, а может быть и нет», качает головой женщина. А связь должна быть установлена любой ценой. Понимаете? Поэтому я прошу вас действовать очень осмотрительно, точно следуя моим указаниям. Уж больно неказистая девчонка, чтобы так дрожать за нее, вставляет Баян. Нас интересует не девчонка, а ее отец. Но чтобы получить доступ к отцу, эта девчонка должна стать вашей. Она должна быть готова на все ради вас. Понимаете? «Безумная любовь нынче не в моде», возражает молодой человек. «Но попытаться можно». Но безумие, если оно будет иметь место, должно появляться только с ее стороны, не с вашей. А вы должны быть предельно осторожны и скрыты. Вы уже, вам уже дали понять, что мы щедро платим и за хорошую работу. Но если вы сболтнете хоть что-нибудь, не ждите пощады. «Хватит стращать меня», бормочет парень. «Я не из робкого десятка. Был бы я робок, вы бы не увидели меня тут». «Были бы вы робким, мы бы не стали к вам обращаться. Но тут дело не в смелости или в робости, а в ясном уме. Запомните, что с этого момента и до тех пор, пока не справитесь с задачей, вы в наших руках. А наши руки достаточно длинные, поверьте, и от них вам не уйти». И так как со стороны молодого человека не последовало никаких возражений, дама продолжает уже более мягко. «А теперь слушайте меня внимательно и старайтесь запомнить все до мельчайших подробностей». И переходит, наконец, к самой задаче. «Для шефа наша история не единственная забота, и когда он находит возможность меня принять, рабочий день давным-давно закончился. Люстра наполняет кабинет мягким золотистым светом, тяжелые темно-зеленые шторы на окнах уже опущены, и генерал стоит посреди комнаты, подбоченись, словно только что разминал онемевшую от сиденья поясницу. «Теперь у нас времени хоть отбавляй», произносит он, указывая мне на знакомое кресло Уфикус. «Садись и рассказывай». Слава направляется к другому креслу, но прежде чем сесть, похватывается. «Кофе будешь пить?» и, сообразив, что вопрос совершенно лишний, нажимает на кнопку звонка. Я обстоятельно рассказываю, как развиваются события, и когда дело доходит до разговора в тени деревьев, спрашиваю, впрочем, может быть, вы предпочдете послушать эту беседу в записи? «Разумеется», кивает генерал, «тем более, что спешить нам некуда». И он снова жмет на кнопку. Между прочим, мой шеф такой дужк для всего находит время и делает очень просто. Не ограничивает свой рабочий день. Лейтенант вносит аппаратуру и исчезает, а мы с генералом остаемся пить кофе и слушать магнитофон. Совсем как на имени. «Ну, что скажешь?» спрашивает шеф, когда запись кончается. «Проект, по крайней мере, на первый взгляд, выработан довольно смелый, я бы даже сказал, слишком смелый. Этот Томас или авантюрист или нас с вами ни во что не ставит». «Похоже, соглашается генерал. Он, очевидно, жаждет реабилитироваться и всячески старается блескнуть перед начальством и очертя голову идет на все. «В сущности, сам Томас ничем особенным не рискует», говорит шеф. «Рискует, как всегда, главным образом исполнять». Что касается Томаса, то он даже не вступал в личный контакт с Баяном и в случае провала умоет руки или, чтобы заместить следы, мигом уберет отсюда «Важнее другое». Мы пока что судим об этой задумке с первого взгляда, как ты выразился. И, может быть, нам еще не видны все ее аспекты. Возможно, однако, нам уже сейчас ясно, что план таит в себе серьезную опасность. Нинера молчит, занятый какими-то своими мыслями, и я перехожу к существу вопроса. «Как прикажете действовать?» «А ты что предлагаешь?» «Мне кажется...» «Не знаю. Может, это соображение не следует принимать в расчет, но... с каких это пор ты начал заикаться?» Поднимает брови генерал. «Я имею в виду то обстоятельство, что Баян все же сын Ангелова?» «Жалко, конечно, но что поделаешь? Сын Ангелова или мой сын раз докатился до такого, что... Это единственное, что при данных обстоятельствах меня интересует. Единственно возможный ответ. Так что с этим покончено, и я начинаю излагать свой план контр-операции. Терпеливо слушая, генерал время от времени делает короткие замечания и в заключении говорит «В общих чертах годится. Я потолкую с Антонову. А завтра еще соберемся как-нибудь и примем решение». И он встает, чтобы еще раз привести в чувство о немевшую поясницу. «Мой бокал уже полчаса пустой, а вы никак не догадаетесь заказать мне второй виски», произносит девушка. «Сейчас же исправлюсь», заверяет молодой человек. Этот разговор имел место уже во второй половине дня в ресторане Софии. Но мы с Бориславом слушаем его уже поздним вечером в кабинете с белыми шторами и белым шаром на потолке. «Я нахалка, правда? Может быть, у вас нет денег?» «Есть, есть, не беспокойтесь», отвечает юноша. «И чуть позже мы слышим». «Еще два виски, пожалуйста». Паузу заполняет бархатный шум движущей степленки. «Чего это те за третьим столиком так глазеют на нас?» Удивляется Баян. «Потому что это Баян». «Это ребята из моей компании», объясняет Анна. «Потому что это Анна». «Неужто все трое ревнуют вас? Трое одновременно? Сложная ситуация. Успокойтесь, ни один из них меня ревновать не станет. Мы слишком надоели друг другу. Просто их раздирает любопытство. Кто вы такой? По-моему, было бы наиболее гуманно пересесть к ним. Нет. Еще нет или вообще нет?» Вопрос сопровождается звоном бокалов. Вероятно, официантка принесла виски. Пауза. «Мне будет несколько неудобно среди них». «Почему? В моем костюме? Они все трое как будто минуту назад явились из дома моделей?» «Для вас так важно мнение других?» спрашивает Анна. «Для меня нет. Но боюсь, что для вас важно». «Глупости?» «Начихать меня на всех. Короткая пауза». «Да, мои друзья и в самом деле позер и нахалы», признает девушку. «А ваши какие?» «Никакие. А точнее?» «Точнее наркоманы». «Неужели?» «Это должно быть ужасно интересно». «Ужасно, но неинтересно». «Значит, вы не наркоман?» «Нет». «Полная бездарь в этом отношении». «То есть как?» «Попробовал, но аскандалился». «Я тоже должна попробовать. Обещаете, что вы мне можете дать попробовать?» И прочие глупости все в этом роде почти до конца пленки. «Ставь вторую катушку», говорю я, когда Борислав останавливает магнитофон. «И на второй ничего особенного сетует мой приятель меня и катушки. Было бы куда интереснее, если бы мы с тобой сидели в Софии, а не слушали бы нас, сидя вот тут». «Ничего забавного. Для них нет, но для нас, по крайней мере, горло смочил бы». Он замолкает, потому что снова слышится диалог, записанный часом позже. «Вы и в самом деле не склонны меня баловать?» «Опять мой бокал пуст», напоминает Анна. «Похоже, вы любите, чтобы вас баловали. Не знаю, люблю ли, но я привыкла. Все меня балуют». «Кто все?» «Те трое?» «Те глупости. Им самим не на что побаловаться». Короткая пауза, щелканье зажигалки и ожидаемый клич. «Пожалуйста, два виски». «Я имею в виду своих родителей», поясняет девушка. «В сущности, они давно развелись». «Почему?» «Да, как обычно бывает, без серьезных причин». «Мой отец раб своего деда». «А матери хотелось, чтобы он был ее рабом». «Теперь вроде нервовладельческий». «Но если не рабом, то, по крайней мере, провожат, чтобы водил ее, куда ей вздумается, особенно по ресторанам, в гости, в театр». «А бедняга-отец едва ли смог бы высидеть до конца пьесы, если не проспит ее». Пауза, вероятно, вызванная присутствием официалки. «Так что они разошлись, и я очень плакал. Была еще совсем глупенькая. И не понимала, что от этого я только выиграю. Теперь отец чувствует себя передо мной виноватым, что развелся. Мать тоже чувствует себя виноватой, что выслужил замуж за другого. Истинное счастье жить между двумя виноватыми родителями. Каждый старается доказать, что он добрее». И снова пауза. «А твой отец, спрашивает Анна. Умер. А мать? Она еще жива? Все еще. И прочее в этом роде. Пока не кончается пленка. Довольно пустой разговор с профессиональной точки зрения устанавливает Борислав. Но обещающий. Да, обещающий катастрофу. И не в далеком будущем. Парень хваткий. Времени зря не теряет. Хваткий парень и ветреная девушка. Идеальное сочетание для Томаса. «Ты считаешь, что она окажется до такой степени ветреной?» спрашивает друг. «Тебе известно, что я читаю медленно, и мне сразу трудно ответить, особенно когда материал подается в искромственном виде, как некая рагу. Тут тебе снимки Анны Раевой. Там письменная справка о ней же. А там запись ее звонкого голоска. Мне кажется, что если я обменяюсь с этой Анной несколькими словами, но только так, один на один, то у меня будет более верное представление о ней, чем то, которое может сложиться после ознакомления с целой кучей звукозаписей и визуальных документов». «Именно это я и хотел сказать», замечает Борислав. «Может, эта техника и полезна, но порой она начинает действовать на нервы. Особенно в тех случаях, когда ты имеешь дело с одной лишь техникой. Вместо того, чтобы действовать, вести поиск, встречаться лицом к лицу с теми, кто тебя интересует. Ты сидишь в оцепенении в четырех стенах, меняешь пленку, просматриваешь видеозаписи, листаешь бумаги, и он с досадой швыряет на стол пустой мундштук». «Ну, теперь ты не будешь жаловаться на то, что приходится сидеть в четырех стенах», обращаясь я к Бориславу. «Когда мы входим на следующий день в обеденную пору в кабинет. Тебя ждет дорога». «На Панчерево или на Дербеницу?» скептически спрашивает он. «Да нет, несколько подальше. В Стамбул». «В Стамбул?» «По какому поводу?» «Повода два. Томас и Чарли. Первый уезжает поездом, другой самолетом. Причина пока неизвестна, но совпадение волнующее». «И ты делаешь великодушный жест, посылаешь меня вместо того, чтобы ехать самому?» спрашивает Борислав, все еще исполненный недоверием. «А ты – самолетом». Глава пятая. «Как ни странно, поезд трогается точно по расписанию. Это тот самый Ориент-Экспресс, который в былое время пользовался такой славой у любителей путешествий в страны Востока. Однако времена меняются. Восток теперь уже не столь экзотичен, а Ориент-Экспресс не блещет комфортом. Богатые путешественники предпочитают летать на самолете, а бедные приносят малый доход. Не имеют обыкновения ездить в мягких вагонах. К тому же на Балканах ныне социализм, и вот былой символ быстрого и удобного передвижения превратился в обычный и довольно захудалый пассажирский состав. Он ползет и пыхтит, словно мучимый астмой, останавливается перед каждым кирпичом, и обычно опаздывает от получаса до полусуток. В спальном купе все же уцелели некоторые, так сказать, потускневшие атрибуты былого уюта. Бархатная обивка диванов шоколадного цвета, полированные наличники красноватого цвета, малиновое сукно на полу и отделанные кожей стенки, украшенные монограммами кука. Все это напоминает о временах, когда железнодорожная линия Париж-Стамбул действительно была золотой жилой для реномированной фирмы Вагон-Ли. И вся эта старинная обстановка, пропитанная вечными для железной дороги запахами дыма и шлака, напоминает мне и об иных вещах былых времен, связанных с другими путешествиями той поры, когда я еще не подсчитывал прожитых лет. Уже спускаются сумерки, силуэты деревьев и строений проносятся мимо окна-купе синеватые и смутные. Я всматриваюсь в них, не особенно их видя, вслушиваюсь в мерный перестук под вагоном и в звон стаканов в шкафчике, не особенно их слыша. Мое внимание привлекает стук в дверь, входит проводник, уже немолодой мужчина с усталым лицом, в виду какой-то неуклюжий, в коричневой форменной фуражке, которой кажется ему мало. Он забирает у меня билет, бросает белый взгляд на паспорт, оставленный на столике и услужливо предлагает, может, кофейку желаете или еще чего-нибудь попить. Я бы взял кофе. Несколько погодя, он приносит большую чашку массивного голубого фарфора с фензелем кука, заботливо кладет на блюдце под чашку бумажную салфетку и опять услужливо произносит, ежели вам опять что-нибудь понадобится, нажмите на кнопку звонка. Поблагодарив, я вопровожу ее. В голосе этого человека слышится нотка, которая мне не очень по душе. Нотка угодливости, выходящей за рамки обычной служебной учтивости. Выпиваю кофе без особого удовольствия. Самый посредственный, растворимый кофе, пропавший, как и все прочее в поездах, каменно-угольным дымом. Затем опускаю занавеску, накидываю на дверь цепочку и вытягиваюсь на постели. Мое купе находится в непосредственном соседстве со служебным помещением проводника. Во всем вагоне заняты всего четыре купе, не считая мы его, но я испытываю особый интерес к тому, что в самом конце коридора. И чтобы удовлетворить свое любопытство, достаю миниатюрный приемничек и нажимаю на кнопку. Разговор ведется в полголоса и в значительной мере тонет в неизбежном шуме, сопровождающем пассажира железной дороги, образуемым стуком колес, скрипом старой подвески и разнородными звуками, исходящими от стаканов, бутылок, вешалок. Разумеется, запись впоследствии будет очищена от этих паразитических наслоений, но я не могу ждать до тех пор. В сущности, беседа, которая ведется урывками по всей вероятности Тобасом и его секретаршей и достигает моего слуха еще более отрывочно, меня пока что особенно не волнует, и я несколько раз то выключаю приемник, то снова включаю, дожидаясь чего-нибудь более любопытного. Уже полночь и я ощупываю приемник в полудреме, грозящий перейти в здоровый и бодрящий сон, когда более соблазнительный наконец приходит, слышат по-прежнему два голоса, только теперь оба мужские. «Вас кто-нибудь видел?» отчетливо звучит голос Томаса. «В коридоре пусто», отзывается голос проводника. Дальше разговор ведется совсем тихо, и как я не напрягаю слух, в несмолкаемом шуме удается поймать лишь отдельные слова. «Новости от старого» доходит до меня куцая реплика дипломата. Ответ совершенно не слышал. «Есть основания тревожиться?» более членораздельно спрашивает Томас. «Меня задержат». Вопрос нескольких дней. Неожиданно повышает тон проводника. Затем следует целая серия реплик двух собеседников, между которыми определенно возник какой-то спор, но вот беда. Они никак не желают говорить чуть громче и яснее, чтобы их мог понять каждый. И лишь когда в сильном возбуждении голос проводника становится резче, для меня доходят отдельные слова. Одни решены всякого смысла, иные же кажутся весьма емкими. Так в течение каких-нибудь десяти минут у меня в голове накапливается маленькая коллекция словесного дома. Им не вдомек. Порой и тут за мной следят. По-вашему, я фантазирую. Я не ребенок. Ничего не грозит. Может быть, вопрос нескольких часов, пять лет, играть с огнем, жена и дети. Без них какой мне смысл? Лучше я пойду в дворники и тому подобное. Все это отрывки из речений кондуктора. Что касается до Томаса, то его вклад в коллекцию тоже кое-что значит. Контрабанда наркотиков. Собирались ощупывать ваше белье шов за швом, вы переутомились, нервное истощение, сознаетесь во всем, дипломатическая почта, нас касается, а не вас, ваш последний рейс, их тоже высвободим, человек от имени старого. И, наконец, тот же голос с необычайной ясностью изрекает «А теперь можете идти». Только будьте предельно осторожны. Маленькая коллекция, которую я создал в голове, слишком бедна для обстоятельного доклада начальства, но достаточно богата, чтобы сделать поучительные выводы из всей этой истории. История не новой, история предательства и неизбежного конфликта между предателем и его хозяином. У наших служб нет каких-то особых подозрений насчет этого изрядно потрепанного и усталого человека, одетого в коричневую и тоже потрепанную форму, компании Кука. Выходец из среднезажиточной семьи, он владел двумя иностранными языками, что позволило ему поступить в иностранный колледж и с молоду привык жить, неведая усталость. Его знания и эта привычка после ряда неудач обеспечивают ему скромное место проводника в международном вагоне. Хотя и какой-то инертный, он все же производит впечатление порядочного человека во всех отношениях. Этот банальный и совершенно безинтересный портрет обретает в последнее время черточки страха и беспокойства, смутные признаки мании и преследования. И это, в сущности, единственная особенность, отмеченная нашими стружками, которую, естественно, не могли закрывать на это глаза. Ведь он, как-никак, работник международного поезда, периодически выезжающий за границу. Да, беспричинный страх, сказывающийся даже в этом угодничестве по отношению к случайному пассажиру с дипломатическим паспортом, беспричинный страх, причина которого вдруг становится явью. Дождавшись, пока маленькая стрелка часов воткнется в цифру 1, я нажимаю на кнопку звонка. Легко предположить, что в такой час служитель вагона не откликнется на сигнал по той простой причине, что он уснул или счел благоразумным прикинуться спящим. Но когда человек чего-то боится, ему трудно удержаться от того, чтобы не проверить, основательный его страх или не основательный. Поэтому я снимаю с двери цепочку и примерно через минуту, безо всякой надежды на это, устанавливаю, что дверь открывается и в образовавшейся щели показывается голова проводника, теперь же свободная от этой досадной тесной фуражки. «Войдите и накиньте на дверь цепочку», говорю. «Зачем?» «Как?» недоумевает человек. «Войдите и накиньте цепочку», повторяю. «Но я, но вы местоимение будем перечислять потом», предупреждаю, не повышая голос. «А пока делайте, что вам велят». Эти ничего незначащие фразы дают проводнику предостаточное времени, чтобы сообразить, что всякое сопротивление с его стороны способно только усилить мои подозрения. Он покорно входит, запирает дверь и накидывает цепочку. Садитесь, успокойтесь, можете курить, если желаете. В общем, приготовьтесь к обстоятельному разговору, продолжительность которого в значительной мере зависит от вас. Я и в самом деле закурил бы, если разрешите, хотя мне непонятно. Я подаю ему сигареты, зажигалку и жду, пока он вдохнет две-три порции успокаивающего дыма, а затем продолжаю. Вы все отлично понимаете, и я тоже все понимаю. Поэтому давайте в самом начале условий не прибегать в чисто мужском разговоре к детским хитростям. Как вы, вероятно, давно догадываетесь, мы немало знаем о вашей деятельности. Имеется в виду не уборка постелей и наполнение графином свежей водой, а нечто другое. Да-да, другое. Деятельность в области шпионажа. Мне надо было узнать лишь некоторые подробности, но теперь и они прояснились в результате только что закончившегося разговора между вами и Томасом. И чтобы слова мои звучали более убедительно, я достаю крохотную коробочку и небрежно подбрасываю ее на ладони. Вот в этой вещице хранится точная запись упомянутого разговора, после которого, как вы сами надеясь понимаете, вам скрывать больше нечего. Проводник рассматривает миниатюрное устройство и, судя по всему, догадывается, что это за штука. Так что мы вполне обойдемся и без ваших признаний. Но если мы в них не нуждаемся, то для вас самого они имеют теперь жизненно важное значение. Раскаяние, если оно, конечно, пришло не слишком поздно, всегда может облегчить учесть виновного. Человек молчит, как бы прикидывая, даст ему что-нибудь его раскаяние или нет, а я гляжу на него, сидящего у окна, слегка сгорбившись в дешевой белой рубахе, на его усталое лицо, сигарету, забытую в углу рта, и во мне шевелится глубокое чувство жалости, от которого я напрасно стараюсь избавиться. Вы говорите, если раскаяние пришло не слишком поздно, наконец выжил из себя проводник. Но прошло уже пять лет, не слишком ли как раз поздно? Я не юрист, и не могу дать вам подробного разъяснения. Может, стоит подумать о том, как избежать самого тяжкого наказания? Человек усталкивает. Вероятно, присытившись лживыми обещаниями других проводник, встречает мое не такое искусительное, но правдоподобное предложение с определенным доверием. Однако, он продолжает молчать, как бы взвешивая все за и против, полного раскаяния. Я прихожу ему на помощь. Имейте в виду, что никто, в том числе и те, уже не в состоянии вам помочь. Вы целиком в наших руках до самого с Лилинграда, где, вероятно, закончится ваша поездка. Так что, прежде чем мы прибудем туда, наш разговор должен быть закончен, чтобы я мог сделать свои выводы. Но я даже не знаю, кто вы. Если не знаете, то догадываетесь. Не трудно понять, что ваш собеседник не извне шторга, иначе я не стал бы ради вас лишать себя сна. Он отрывает от губ погасший окурок, бросает его в пепельницу и снова опускает глаза к своим ногам, обутым в дешевые и стоптанные домашние туфли. Я молча жду и слышу только стук колес да перезвон стаканов в шкафчике. С чего же мне начать? Произносит наконец мой гость. Сверборки. Только вы не подумайте, что они купили меня просто так, за пачку банкнотов. Я не вижу надобности отвечать на его слова. Они меня обманули, и вот я влип. Нежданно, негаданно, будто в яму угодил. Он охватывает лицо своими крупными руками и машинально трет пальцами виски. Потом вскидывает голову и продолжает. Лет пять тому назад моя жена заболела рейкемией. Врачи стали говорить, что долго она не протянет. Может, несколько месяцев. Что делать? Ума не предложу. Не собираюсь говорить о чувствах, но для меня она и дети. Все. Проводник замолкает, охвачен невероятно этим противным чувством жалости к самому себе. И в купе какое-то время слышен лишь стук колес да перезвон стаканов. Как-то раз Бертон, иностранец, работавший в ту пору в агентстве, говорит мне, будто на Западе уже нашли какое-то средство от лейкемии. Правда, стоит оно, не дешево. Я обратился за содействием здравотдел, но мне ответили, что это средство не дает якобы никакого эффекта. Что это рекламная шумиха? Больше ничего. Другого ты от них и не услышишь, потому что им неохота тратить валюту, сказал Бертон. Ради таких, как ты, валюту расходовать не станут. Тогда вы окажите мне услугу, прошу я. В течение года-двух я с вами расплачусь. Фирма не может брать на себя такие расходы, отвечает Бертон, но поскольку дело касается человеческой жизни, я сам лично попробую тебя помочь. Дам тебе записку к одному знакомому в Стамбуле. Может, он раздобудет для тебя это средство? Так оно и вышло. Проводник замолкает и много значительно посматривает на сигареты, брошенные на постель. Я подаю ему коробку и он закуривает. Как это ни странно, доза помогла, произносит человек, выпустив струю дыма. Не знаю, то ли это средство подействовало, то ли всякие там лечебные процедуры, но жене и вправду стало лучше. Приняла она одну дозу, а нужно было еще и еще и еще, и Бертон продолжал посылать меня к своему знакомому. Сперва передавал ему открытые записки, потом маленькие, основательно запечатанные конвертики. Возьми это, говорит, и сунь куда-нибудь под подкладку. А какая необходимость прятать это, спрашивает, что тут секретного? Ничего тут секретного нет, говорит он, я пишу о своих личных делах, но таможенникам об этом знать ни к чему. И я прятал его маленькие письма и относил их все к тому же его знакомым. Если у меня и закрадывались кое-какие сомнения, то не хватало духу сказать об этом, ведь Бертон так много для меня сделал, а жена все еще нуждалась в лекарстве. И только после того, как здоровье ее отчасти восстановилось и врач распорядился, чтобы пока перестали ее колоть, все вдруг всплыло на поверхности. Он замолкает на время, как бы для того, чтобы восстановить в своей памяти все подробности, случившегося, и молча курит, уставившись глазами в одну точку. В лекарстве отпала надобность, но Бертон опять и опять приносил мне маленький конвертик. Я перед вами в большом долгу, говорю ему, но больше не могу быть вашим курьером, это дело противозаконное, вы же знаете. Скажи, пожалуйста, говорит мне француз, с каких это пора оно стало противозаконным, не с того ли самого момента, когда ты получил, что требовалось, а? Он, конечно, был прав по-своему, но я тоже был прав по-своему, и еще раз заявил, что не могу больше служить ему курьером. Ты что, боишься, спрашивает Бертон? Боюсь, конечно, как не бояться, говорю, и ты вообразил, что отказавшись делать мне услуги, обезопасил себя на всю жизнь. Не отстает он от меня? Ни к чему мне соваться в такие дела, сказал ему. Я. Да ты, говорит, уже погряз в этих делах по самые уши, и тебе вовек не выкарабкаться, не отмыться. Тут он отпирает стол, вытаскивает какую-то плоскую коробку и подает ее мне. Вот полюбуйся, говорит. Это записи разговоров, которые мы вели, когда я вручал тебе письма. А на снимках запечатлены моменты, когда ты вручал эти письма в Стамбуле. И можешь не сомневаться, человек, которому ты их вручал, вашим хорошо знакомым. Можешь не сомневаться и в том, что коробка, которую ты сейчас видишь через четверть часа, может оказаться в руках милиции. Вы этого не сделаете, говорю я. Вам это ни к чему. Верно, отвечает он, но только до тех пор, пока мы можем на тебя рассчитывать. Но как только ты окажешься лишним, нам ничего не стоит пустить тебя в расход. Я иностранец, уехал и делал с концом. А на следующий день ты тоже уедешь, только в тюрьму. Человек нервно гасит сигарету в пепельнице и продолжает. Крепко он меня зажал в тиски и раскрыл передо мной все карты, а напугав меня основательно начал успокаивать. Значит, ты боишься, что тебя схватит, говорит. А ладно, войду в свое положение, не будет больше писем. Впредь не письма будешь возить, а пуговку, вот такую, коричневую пуговку, пришитую к куртке. Но если и это опасно, тогда уж не знаю. И еще, тебе небось кажется, что ты творишь бог весь что? Да если мне нужно что-нибудь передать, я и без тебя передам. Есть посольство, дипкурьеры, десятки способов. Ты человек полезный, говорит, отрицать не стану. Но не воображай только, что ты незаменимый, что, дескать, ты творишь какие-то страшные вещи. К тому же, ты мне так задолжал с этим своим лекарством, что тебе за пять лет не расплатиться. Ну ладно, считай, что ты мне больше уже не должен. Больше того, считай, что впредь твой дополнительный труд будет оплачиваться особо. Да, говорю, пока меня не схватит. Раз таким делом занимаешься регулярно, все равно схватит, рано или поздно. А он мне в ответ, мы, говорит, умеем беречь людей. Это долго не протянется. А в случае, если возникнет малейшая опасность, мы перебросим тебя тут же, вывезем тебя и твою семью. А где он сейчас этот, Бертон? Уехал. Два года прошло с тех пор. И с кем вы стали поддерживать связь? Со старым. А кто это такой? Не знаю. Как так, не знаете? Не знаю. Я никогда не виделся с ним, но перед своим отъездом Бертон предупредил меня, что теперь указания будут идти от старого. Так оно и есть. А кто их вам передает? Никто. Как никто? Я хочу сказать, что у меня нет прямой связи ни с кем. Если мне предстоит поездка, я должен особым способом подвернуть занавеску на окне и ждать. Если что передать, мне сунут конверт под дверь. Но в конверте обычно нет ничего, кроме такой вот количественной пуговки, которую я сразу пришиваю к своей кубке. Только дважды я находил записки, настуканные на машинке, когда пуговку требую вас передать по другому адресу. А здесь куда идете? Если надо что-то сообщить, кондуктор невнятно сообщает какой-то адрес по улице Евлогии Георгии. Но там я тоже никого не знаю. Меня только предупредили, что если будет что-то важное, очень важное, то мне следует написать простое письмо. И в случае какой опасности поставить в него одну фразу, а ежели необходима личная встреча, другую. И опустить письмо в почтовый ящик Касабовой. Когда и сколько раз вы пользовались этим почтовым ящиком? Да, до прошлого года ни разу, но так как в последнее время вокруг меня стали сгущаться тучи, я поставил одно за другим пять писем, каждый месяц по письму. Ну и? И ничего. На мои сообщения об опасности мне отвечали, что ими приняты меры и в случае надобности меня вывезут. Она на свои просьбы о встрече я вообще не получил ответа. А как вы установили связь с Томасом? Обыкновенно. Прошлой ночью я нашел у себя записку, в которой сообщалось, что во время поездки меня будут спрашивать. Вы сохранили записку? Зачем же я бы стал бы ее хранить? Жег. Ну и потом? Потом, когда я вошел к иностранцу, чтобы приготовить пастель, он шепнул мне, чтобы я зашел к нему попозже, когда все утихнет и когда в вагоне не будет пограничников и тому подобных лиц. Про меня вы ему сказали? Вас тогда еще не было? И теперь Томас предлагает вам спасение. Да? Спрашиваю я, опираясь на скудный запас славястного лома. Проводник молчит. И вы ему верите? Я давно перестал им верить, говорит он, медленно поднимая голову. Но мне ничего другого не остается. Другое вы проиграли много лет назад, давным-давно. Если бы вы еще тогда, собравшись с духом, пришли к нам, досознались во всем. Но да, что теперь об этом толковать? Лучше скажите, как вы себе представляете будущее. Как мне его представлять? Он лобормочит человек. Я хочу сказать, если бы я не вмешался. Вы окажетесь по ту сторону, через два, месяц-два к вам перебросят и вашу семью, и вы заживете новой жизнью? Так оно что ли? А вам не пришла в голову такая мысль? Какого рожда им спасать вас и вашу семью, когда вы им больше не нужны? Что бы я находился при них? Что бы не пошло в наше посольство, не рассказал про их плутни? Вам кажется, что вы все еще представляете для них известную опасность? Верно. Только эту опасность они могут устранить и намерены это сделать, не держа вас при себе, а избавившись от вас. Это дешевле, выгоднее и, что самое главное, проще. Понимаете? Проще. Такие у них методы. Проводник молчит, мысленно взвешивая мои слова. Должно быть, так они и рассчитаны. Это были сделать, тихо говорит он. Потом добавляет. Но теперь уже все равно. Если бы я даже очутился там, и меня бы оставили в покое, грош всему. Цена. Без жены и детей я ничему не рад. Ну, причитать пока рано, говорю. Вы однажды уже пошли на преступление, вообразив, что делаете это из любви к близким своим. Теперь настало время действительно сделать что-нибудь ради них и ради самого себя. Человек снова медленно поднимает голову, и в его глазах появляется какой-то смутный проблеск жизни. Речь идет не о том, чтобы одним махом на всем поставить крест, спешу предупредить его. Так или иначе, вы понесете наказание, потому что в нашей стране существуют законы. Однако степень тяжести данного наказания может быть разной, и зависит она исключительно от вас, от вашего дальнейшего поведения. «Скажите, что я должен делать?» спрашивает проводник с тем же неуверенным блеском в глазах. «Вам следует продолжать путь до Стамбула. Но разве... Как же это? А так, как будто ничего не случилось. А может мне уже не стоит возвращаться?» Испытывающий смотрит на меня человек. «Дело ваше. А если они помешают мне вернуться?» «Мы вам поможем. А если они попытаются меня ликвидировать?» И есть такой риск. Но вы уже предупреждены и сможете быть более осмотрительным. К тому же, речь идет только об одних сутках, после чего вы возвращаетесь обратно. А главное, делайте вид, что ничего не случилось, и что вы не склонны отказываться от своих намерений. Проводник снова погружается в размышления, потом вдруг решает. «Хорошо. Я готов. В таком случае, говорю, давайте выкурим еще по сигарете и подробнее рассудим, как нам быть». Вокзал в Стамбуле. Ничего особенного, кроме шума, сутолоки да адского зноя. В чем тоже нет ничего особенного. Из дверей второклассных вагонов с выкриками посыпали суматошные пассажиры. Одних вытаскивают, других вышивают. Вышибать трудно, потому что у каждого пассажира по 8-10 чемоданов. Самые нетерпеливые передают свои вещички через окно в руки рвущихся в бой встречающих. Приезжающие большей частью отходники, возвращающиеся из Швейцарии, ФРГ или Дании. В иные времена люди шли на отхожие промыслы, гордые своим мастерством, любимыми ремеслами. Ныне же самое главное иметь крепкие руки, чтобы выполнять тяжелую работу, которая для изнеженных европейцев кажется слишком грубой. Копать лопатой землю, да перетаскивать тяжести. Ну а если ты проработал несколько лет и вел счет каждому медику, то можешь скопить достаточно средств, чтобы набить картонные чемоданы низкопробными уцененными товарами и триумфально вернуться на родину. Стоя в коридоре у окна вагона, я наблюдаю за тем, как поезд освобождается от победителей и трофеев и нетерпеливо жду, когда в толпе появится мой человек. Несколькими окнами дальше Томас с секретаршей тоже ждут встречающих. Я делаю вид, что не замечаю его, да и он, похоже, не обращает на меня никакого внимания. Томасу больше повезло. К вагону прибивается высокий мужчина в темно-синей шоферской фуражке и принимает из рук дипломата два маленьких чемоданчика. Минутой позже появляется и мой человек, и мы сквозь жару, скопище людей и горы чемоданов плывем к месту стоянки нашего Мерседеса. Рассеянным взглядом мне удается установить, что дипломат со своей секретаршей уже удаляется на черном бьюике, а позади них в шикарном такси в обществе незнакомого молодого человека дремлет Борислав. Все это меня сейчас мало трогает, и я даю знак своему человеку ехать в отель. Я должен любой ценой повидаться со своим другом, предупреждая в полголоса. Пусть недолго, хотя бы на одну минуту. И чем скорее, тем лучше. Первые условленные встречи через час информирует меня человек, за рулем которого я знаю только в лицо. А то, что он манив, мне стало известно лишь сейчас. Ну и жара. И мы толкуем о жаре. Отель несколько выше среднего разряда, что вполне отвечает моему служебному рангу, отмеченному в паспорте. А вот бару просто цены нет. Такой он уютный, тихий, и, что самое главное, прохладный. Я отдаю ему должное, убив точно часа сорок минут за чашкой кофе и чтением французских газет, датированных вчерашним днем. Точно через час сорок у входа появляется манив и делает знак, что пора ехать. Снова садимся в Мерседес и после необходимых маневров с целью предосторожности подкатываем к тротуару, где в жиденькой тени дерева нас ждет Борислав. Томас ускользнул от меня. Жалуется мой друг, подсев ко мне на заднее сиденье. Ускользнул, потому что я придерживался твоих инструкций. И правильно поступил, отвечаю, проглотив любезный намек. Пробыв недолго в отеле, он вышел на улицу, остановил такси и куда-то поехал. Пока Томас передвигался по городу, я еще мог сидеть у него на фосте. Но как только он стремился за город, а было заметно, что он на стороже, мне пришлось дать отбой, иначе Томас бы меня сразу обнаружил. Ты поступил правильно, повторяю я. Но вот курьез, продолжает Борислав, не обращая внимания на мое одобрение. Едва мы успели съехать на обочину, как вдруг видим, что следом за ним катит на каком-то захудалом таксомоторе тот, косматый, с гитарой. И поскольку относительно его ты мне особо строгих инструкций не давал, то мы помчались в догонку. Короче говоря, узнали адрес виллы. А где сейчас Томас? А возвратился в отель. Ну а тот, косматый, завалился в какой-то притом, где одна половина посетителей впрыскивает себе морфий, а другая курит марихуану. Оба на виду. Все трое, вносит в оправку Борислав. Ты забываешь секретаршу. Чудесно. А сейчас слушай и записывай в уме. Коротко рассказываю ему о разговоре с проводником. Очень коротко. Поскольку Борислав отличается тем, что умеет понимать с полуслова. Так что, во-первых, они могут попытаться убрать проводника. А во-вторых, попытаются ликвидировать косматого. Иначе на какого черта этот тип понадобился им в Стамбуле. В-третьих, очень возможно, что для пущего удобства они решили устроить так, чтобы эти двое убрали друг друга сами. Видимо, это побудило Томаса встретиться с Чарли на той вилле. Все эти вероятности требуют, чтобы мы предприняли соответствующие контрмеры. Мы что, в качестве спасательной команды прибыль? Не удержался Манев вопреки профессиональным обычаям? Я и сам не знаю, тихо говорю ответ. Порой трудно понять, что это, спасательная акция или катастрофа. Все зависит от того, как посмотреть. Мне кажется, было бы неплохо посетить одну-две фирмы, говорю Манев, когда подошла к концу процедура обеда в гостиничном ресторане. Как приличествует приехавшему в командировку служащим. Что-нибудь придумаю, кивает Манев, но это станет возможным, когда немного спадет жара, так что пока может спокойно отдыхать. А в номере прохладно, благодать. Зеленые жалюзи создают в комнате приятную сумречную атмосферу. Откинувшись в бархатном кресле приглушенно-зеленого цвета, я пытаюсь дочитать газетную статью о шпионах-спутниках, начатую еще утром, но и теперь мне не везет, но никак не везет в деле самообразование. Мягко выскользнув из моих рук, газета падает на ковер. Мое участие в операции фактически закончилось, если не считать самого неприятного, ожидания. Отныне все в руках Борислава, его молодого помощника, и зависит от воли случая. От всех троих требуется очень немногое. Имеется в виду простейшие действия, но при здешних условиях абсолютно ручаться за успех трудно. Единственная промашка, которая в данный момент совершенно недопустима, это обнаружить себя раньше времени. Именно это я и стараюсь вдолбить в немного упрямую голову Борислава. Этот, в общем-то, спокойный человек последнительного бездействия в какой-то степени уподобился охотнику в самом начале сезона. Томас Вилл, как будто это позволит ему раскрыть некий центр глобальных масштабов. Томас Важнее всего, чтобы этот Томас не в малой степени не заподозрил, что мы напали на его след. Потому что случись это, и все, все полетит к чертям. В четырем часам Манев заезжает за мной, и я иду с визитами доброй воли в три экспортные фирмы, почти полностью передоверив введение переговоров своему спутнику. В заключении Манев берется показать мне кое-какие достопримечательности города. Ну, если это так обязательно, я без энтузиазма отзываюсь на его предложение. Конечно, не обязательно, но почему тебе хотя бы не посмотреть, как выглядит с близкого расстояния святая София? Было бы гораздо интереснее посмотреть, как выглядит с близкого расстояния София Лорен, уныло замечаю. Но, поскольку как-то же все-таки нужно убивать время оставшееся до поезда, я покорно сажусь в Мерседес. Мы останавливаемся перед мечетями, разрушаемых сыростью стен, укрытых базаров, осматриваем позеленевшие от времени купола. При этом Манев добросовестно дает мне соответствующие исторические справки. Однако, все это время я думаю о другом. Совсем о другом. О том, что происходит, может быть, именно сейчас в этом самом городе, и от чего зависит исход операции. Точно в 9 приезжаем на вокзал, значительно более тихий в этот вечерний час. Спальный вагон уже другой, проводник тоже другой, потому что прежний вагон и прежний проводник отправятся в путь завтра, если вообще отправиться. Поднимаемся с Маневом в купе, чтобы выкулить по сигарете, потому что поезд отходит только в 9.20. Борислава все еще нет. Борислава нет, говорю я без всякой необходимости, когда мы садимся на уже разобранную постель. Успеет, успокаивает меня мой знакомый, но лицо его напряжено, как вероятно и мое. Да, Борислава все нет, говорит Манев, уже другим тоном четверть, часа спустя. Мне пора исчезать. Мы обмениваемся рукопожатиями и не слишком уверенными взглядами. Мой знакомый покидает вагон, но продолжает оставаться на перроне, а я облокачиваюсь на окно и обвожу глазами перрон. Проводники уже закрывают с грохотом дверь вагонов. Вдруг издал ожидания появляется фигура Борислава. В несколько прыжков он пересекает перрон и вскративает на ступеньку вагона за несколько секунд до того, как трогается поезд. Манев поднимает на прощание руку и на его лице мелькает улыбка. Борислав прилег на постель у окна, представив мне другую ее половину со стороны двери. Он наливает себе четверть стакана виски и отпевает большой глоток. Неплохое. Это Манев тебе дал? Да, киваю в подтверждение, но он не сказал, что принес для тебя одного. Извини, пожалуйста, я сегодня маленько того. Он делает красноречивый жест у своей головы, затем берет второй стакан, щедро наливает золотистого напитка и подает мне. Если б ты даже не на шутку рехнулся, все равно мог бы не бояться, успокаивая его, свой человек не оставили бы в беде. Он снова отпевает из стакана, потом смотрит вокруг и на его лице появляется какое-то стеснительное выражение, смысл которого мне хорошо, даже слишком хорошо. Знакомо. Дай сигарету, а то я забыл свой мундштук и просто не знаю, куда девать правую руку. Ладно, ладно, можешь не оправдываться, говорю я, и бросаю ему сигареты. Он курит, прикрыв глаза, как будто думает о чем-то или просто дремлет, потом гасит окурок и устало произносит. Чуть было не упустил поезд. Если тебе угрожало только это. А что еще? У меня нет намерения вдаваться в подробности, потому что, едущи в иностранном поезде по чужой территории, трудно с уверенностью сказать, кто где и с какой целью тебя подслушал. И мы дремлем, каждый в своем углу, хотя у нас над головой есть вторая, совершенно свободная постель, с мягким одеялом и свежими пустынями. Перед самым рассветом мы пребываем в Свиленград, где нас ждет машина. Шофер тоже свой человек из нашей группы. И как только мы трогаемся с места, я спрашиваю у Борислава. А что ты скажешь еще, кроме того, что чуть было не упустил поезд? Все прошло, как по-описанному, отвечает мой друг, окончательно поборов сон. Гитарист оставался в том притоне до самого вечера. Мой человек без труда познакомился с ним и содержимым его карманов. А я тем временем вошел в контакт с другим. Потом пошел навести справки о Томасе. Томас после обеда из отеля не выходил. Зато ровно в семь вечера вышла секретарша и взяла такси. Мы с моим человеком берем другое. Примерно четверть часа такси петляет по разным улицам и закоулками и наконец останавливается где-то на углу в темном месте. Она болезает из машины и велит шоферу ждать. Подкатив чуть поближе, мы делаем то же самое. Я не спускаю с нее глаз. Вижу. Заходит в какой-то сквер. В нем нет ни души и довольно темно. Так что подобрать наблюдательный пункт оказалось нелегко. Но женщина садится на скамейку и очень скоро приходит этот с гитарой. Не приходит, а как будто с неба сваливается. Он мертв. Не может сдержать себя косматой. Мертв. Я убил его. Тише, шепчет секретарша. Кто мертв? Кто? Да тот. Человек из вагона. Вы меня обманули. Вы сделали меня убийцей. Ты его только усыпишь, сказал Томас. И я усыпил его. Навеки. Сядьте, успокойтесь. Дергает его за рукав секретарша. Как вы его усыпили? Чем? Вот этой игрушкой, отвечает гитарист, вынув что-то из кармана. Затем он плюхается на скамейку и продолжает. Убийца! Убийца! Вы меня обманули, сказали усыпишь, а он... Он умер. Но я понятия не имею. В самом деле, я об этом ничего не знаю, заикается секретарша. Тогда зачем вы сюда пришли? Просто жду вас, чтобы передать вам упаковку. Давайте же. Морфию мне. Ох, не могу больше. Она подает ему какой-то пакет. Он разрывает его и как будто берется дополнять шприц, хотя я не уверен, что это именно так. Ясно одно. Через минуту он весь напрягся, выпятился, опершись на спинку, потом съехал в сторону и рук тул на землю. Женщина наклонилась над ним, глухо всхлипнула и бежать. Прихожу на место происшествия, вижу... Мертв. Я скорее в машину и хотя шофер гнал, как сумасшедший, чуть было не упустил поезд. Эта подробность мне уже известна. А упаковка? У меня в портфеле. Не знаю, стоило ли ее вообще брать, но я взял. Не повредит, говорю. Может, для тебя пригодится. Как средство, чтобы окончательно бросить. Курить. Глава шестая. Этой Касабовой надо заняться самым серьезным образом и как можно скорее, говорю я, стуча пальцем полежащей передо мной книжке, не имеющей, впрочем, с Касабовой ничего общего. Слушаюсь, отвечает лейтенант. Что нового у наркоманов? В компании полный развал, докладывает офицер. Морфия нет, собираться негде. Марго вышла из игры, Баян тоже. Остальные встречаются в ягоде. Лейтенант удаляется. Значит, Баян приступил к действию, обращаясь к Бориславу. Раз эту ночь спал с Анной на вилле. Звонит телефон, поднимая трубку и слышу знакомый женский голос. Это ты? Наконец-то. Два дня тебя ищу и все без толку. Что-нибудь случилось? Спрашивает он, который обычно берегу для служебных разговоров. Случилось. Я бы решил больше с тобой не встречаться, а потом вдруг передумал. Будем надеяться, что это к добру. Неуверенно говорю в ответ. Если не к добру, то и не к беде. В общем, мне бы хотелось увидеться с тобой еще раз, прежде чем ты уедешь. Но это проще и просто. В таком случае говори где и когда. В восемь вечера. На том же месте. Вроде женский голос роняет Борислав, когда ей кладут руку. Маргарита. Интересно, как она могла узнать мой служебный телефон, произношу я, уставившись на него строгим взглядом. Нечего так на меня глазеть. Конечно же, от меня. Попалась мне навстречу позавчера. Спросила. Я и назвал ей. Надеюсь, я не выдал особо важные государственные тайны. Служебный телефон вообще-то предназначен для служебных целей, сухо напоминаю собеседнику. Но послушай, Эмиль, ты ж понимаешь, раз женщина принялась тебя искать, значит, непременно найдет. Ладно, оставим это. Пойди лучше проверь, готов ли материал. Борислав выходит, но вскоре возвращается и говорит, что нас ждут. Идем в просмотровый зал, где застаем двух техников. Что пускать раньше? Звукозапись или кинопленку? Спрашивает старший техник. Придерживайтесь хронологии, предлагаю я. Дело в том, что начало и конец засняты, а средина записана, объясняет тут. Тогда давайте сперва послушаем, а потом будем смотреть. Подает уже голос Борислав. Я пожимаю плечами. В конце концов, какая разница? Мы с Бориславом дилетанты в этих технических методах, и все же нас очень злит, когда материал нам подают кусками, да еще в перемешку. Техник подходит к столику, на котором стоит магнитофон, и вносит ясность. По сути дела, на первой кинопленке заснято лишь одно действие. Баян влезает через окно в комнату Анны. Комната на втором этаже. Анна бросает ему веревку, и он при помощи этой веревки взбирается на второй этаж виллы. Ясно. Давай послушаем дальнейшее. Техник пускает магнитофон, и после непродолжительного шипения в зале звенит девичий голос. Ты настоящий альпинист. Ты не боишься разбудить отца? Слышится голос парня, не столь громкий и менее задорный. Говоря между нами, сюда отец никогда не приходит. Если доказывается, что ко мне кто-то пришел, успокаивает его. Тогда? Тогда зачем же ты меня заставила лазить, как обезьяну? Да чтобы испытать тебя, смеется девушка. В прошлом году я так разыграла одного мальчика. Обхохочешься. Если, говорю, отец дознается, что ты у меня, он тебя прикончит. И представь себе, этот пижон вообще не рискнул прийти. Не то, чтобы лазить по веревке. Терпеть не могу трусов. Ясно. А сколько примерно народу лазило к тебе по веревке? Только ты один. Но того олуха я, правда, на него тоже рассчитывал. А если парень так себе, зачем мне его испытывать? Такого я впускаю прямо через главный вход. Ага. Значит, там валют толпохи? Да уж, прямо толпой. Надеюсь, ты не станешь дотебать скандал из-за нескольких глупых историй. Хотя, мне это было бы по душе. Я не ревнивый. В самом деле, жалко. Я хочу сказать, что до сих пор не был ревнив, потому что не любил. Может, потом и стану ревновать? Не знаю. Значит, я должна вызвать у тебя ревность, вскружить тебе голову, заставить тебя бредить мной, сходить с ума, забыть все на свете и... Что еще? Скажи, дорогой, как мне тебя лучше охмурить? Есть один рецепт, отвечает парень. Во-первых, короткая пауза. Я вся превратилась в слух, восклицает девушка. Итак, во-первых, во-первых, перестань кривляться. Опять непродолжительная пауза. А мне так хотелось повалять дурака, с легким вздохом заявляет Анна. Голоса обрываются, слышно мягкое шуршание пленки. Очередная запись сделана сорок минут спустя. Со служебной педантичностью поясняет техник. Что-то вроде многоточия в любовных романах, вставляет Борислав. Техник предупредительно поднимает руку. Слышится голос баяна. Хочешь глотнуть коньяку? Милый ты мой, ты не только бесстрашный, но и сообразительный, замечает Анна. Разыгрываешь меня? Радуйся. Если б я заговорила всерьез, тебе б не сдобровать. Серьезные дела, как тебе известно, обычно кончаются женитьбой и вообще паршиво. Вероятно, девушка отведала предложенному напитку, так как говорит чудесная вещь. И чуть позже. Скажи, милый, ты не подсыпал сюда наркотика, чтобы сделать мне сюрприз? До сюрпризов, пока дело не дошло, отвечает баян. Техник нажимает на кнопку магнитофона и опять поясняет. Звукозапись на этом кончается. Второй кусок тенопленки заснят 20 минутами. Позже. Другой техник в это время гасит свет и пускает кинопроектор. На экране виден фасад катетливой двухэтажной виллы, вырисовывавшейся среди зеленой лески. Снимали на инфропленку. Вот почему изображение такое ясное, предупреждает техник. Учтите, что ночь была очень темная. В окне второго этажа появляется Анна. Она вкратче возирается, словно совершает какое-то таинственное действие и бросает вниз конец веревки. Внизу между деревьями появляется баян. Ловкими движениями, едва касаясь ногами стены, он поднимается вверх и через окно влезает в комнату. По экрану пробегают какие-то черточки. Поврежденная пленка. Снова виден фасад виллы. Это уже вторая часть, говорит техник. Теперь альпинист демонстрирует свое мастерство, не прибегая к помощи веревки. Баян залезает на подоконник, цепляется руками за балкончик мансарды и несколькими ловкими движениями добирается до входной двери. Что-то достает из кармана и, судя по всему, орудует отмычкой. Наконец, дверь открывается. Баян исчезает в темном помещении мансарды и закрывает за собой дверь. Возвращение нашего героя через балкон в комнату Анны прокручивать в качестве эпилога не станет. Время между двумя действиями точно пять минут, поясняет техник. «Всего лишь невероятно!» восклицает Борислав. А мне все кажется, что я слышу голос Любы. «Эмиль, а что бы ты сделал, если бы твой сын стал предателем?» «Звоню в Рилу, чтобы заказать столик на террасе, ведь сегодня суббота, и выхожу на несколько минут раньше, как приличествует воспитанному кавалеру. По календарю только конец весны, а температура уже вполне летняя. Не случайно Маргарита входит на террасу в элегантном легком плоти. На голубом фоне крупные белые цветы. Или голубые цветы на белом фоне. Ну, словом, что-то в этом роде. За столиками на террасе уже сидит разнообразная публика. И, встречая свою даму, я невольно замечаю с былой досадой, что сидящий вокруг мужчины ощупывает глазами фигуру моей приятельницы. «Ты просто ослепительно!» шепчу я. «Голубая Маргаритка!» «Нечего смеяться!» говорит она в ответ, хотя лицо ее сияет от счастья. Я веду ее за столик, стоящий в дальнем углу, выбранный мною не без умысла, и подаю ей видение. Они по-прежнему с тебя глаз не сводят, бормочу я, пока Маргарита обдумывает, что заказать на ужин. Не будем особенно засиживаться. Я и без того начала полнеть. «Начала полнеть» звучит применительно к ней весьма скромно, но я не педант. Ты же знаешь французскую поговорку? Мужчины уходят с тоненькими женщинами, в этом языке означает, что округленные мы нисколько не теряем, когда дома, а точнее в постели, если ты выдаешь это за комплимент. Она снова хмурит лоб над меню и принимает решение. Крабы, филе из телятины, салат. А тебе? То же самое. А пить что будем? Это я предоставляю тебе. Ужин проходит приятно, то есть без лишней болтовни, но постепенно мной овладевает меланхолия, потому что я по опыту знаю, что к концу трапезы люди обычно заводят серьезные разговоры, а если Маргарита пришла сюда ради серьезного разговора, держу пари, характер его мне известен. Что это ты скис? Спрашивает дама. Вот в чем отрицательная сторона длительного сожительства. Люди знают друг друга как свои пять пальцев. С чего ты взяла? Просто переел. Не бойся, я не собираюсь вешаться тебе на шею. Ты маленько переоцениваешь мою боязнь. Ты знаешь, порой на меня находят такие приступы одиночества, что я начинаю ощущать его как физическую боль. Ты не исключение, успокаиваю ее. В наше время все больше людей чувствуют себя одинокими. Остальные же напрасно ищут уединение. В общем, редко кто доволен в этом отношении. Тебе бы только шутить. Над кем? Над самим собой? За последние годы я во многом стал другой, замечает Маргарита, словно не слыша меня. Катастрофа с Тодоровым, второй брак, оказавшийся не меньшей катастрофой. Насчет второго ты мне не говорила, потому что мне стыдно. Долгое время я сама себе не смел осознаться. Она задумчиво глядит на темный фасад противоположного дома, на котором мерцает зеленая надпись огромной световой рекламы. Надпись весьма загадочная, так как две ее буквы перегорели, отчего смысл слова окутан мраком неизвестности. В сущности, с точки зрения домашнего благополучия, это был вполне привычный брак. Приличный брак. Вполне даже приличный, я скажу. Муж занимал хорошую должность, отличался хорошими привычками, манерами, и из дома на работу, с работы домой зайдет, разве на полчасика выпить рюмочка с друзьями. Словом, не пример, не в пример тебе. Сегодня ты здесь, а завтра и след постыл. А может случиться, уедешь в один прекрасный день и не вернешься вовсе. В один прекрасный день, повторяю я, в один прекрасный день с любым может случиться. Свалится, откуда-то кирпич стукнет тебя и... Какой муж? Продолжает она копаться в своих воспоминаниях. Кроткий, тихий, старательный. Тебе достался идеальный муж. Прости его, господи. А как вел хозяйство? Его любимым занятием по вечерам был подсчет расходов за день. При этом не упускал случая, чтобы пожурить меня, если надо. А чего мне стоило выклинчить у него на новые платьицы? Если и удастся, бывало, то, глядишь, уже и сезон прошел. Сама виновата. Надо было зимой просить на летнее платье, а летом наоборот. Я отпускаю эти вздорные шуточки в надежде, что она опомнится и прекратит свои излияния, потому что и мне неловко и неинтересно вникать в чужие дела. Что же касается Маргариты, то она не испытывает ни малейшей неловкости, так как настолько привыкла ко мне, что я для нее ближе любого мужа, и потом она относится к той категории людей, которые не могут не высказать при случае того, что накопилось у них на душе. Тихий, мухи не обидит, продолжает женщина, покончив со счетами, достанет газету, просмотрит телевизионные программы, если передают какой-либо матч или детективный фильм, то включает, а если нет, то вытянется на диване и начнет перечитывать новости спорта, а потом встанет и объявит, я пошел ложиться, как будто он до этого не лежал. Человек, с которым и словом перекинуться было невозможно, если не считать разговоров о домашних расходах, можешь себе представить? Можешь. Первое время он любил говорить про футбол, да про любимую команду, а потом, после того, как я ему сказала, что футбол меня не интересует, и вовсе замолчал. Чистенькая, прибранная квартира, тихий, старательный муж, и мы вечно молчим, господи, она снова переносит взгляд на темный фасад и на загадочные зеленые слова с двумя неизвестными, бредил спортом, а сам был хил, впалая грудь и всегда носил длинные кальсоны до самых пят, чтоб не простудиться. Мало того, зимой без конца мазался какой-то мазью, которая якобы предохраняла его от простуды, и у нас весь дом провонял этой мазью. Чего доброго, начнет рассказывать, как они занимались еще любовью с этим дефеком, с паническим страхом, подумал я, вроде бы, полная катастрофа, а дети, пытаясь перетянуть Маргариту на более здоровую почву, дети, по-твоему, при слове дети все должно мигом становиться на свои места, можно подумать, что женщина ничего не должна знать, кроме материнских чувств. Я далек от таких мыслей, просто мне вспомнилось, как ты в свое время мечтала завести ребенка. Мечтала, потому что у меня было другое, у меня был пы, ты, или я воображала, что у меня есть ты, но когда руки обременены двумя детьми, и при том теткины руки, не бойся, не в таком они у меня заброси, но и не сидеть же мне с ними с утра до ночи, тем более их, как мне кажется, это не особенно забавляет. Она на минуту замолкает, кладет белую руку чуть выше своего пышного густы и говорит замирающим голосом, просто у меня тут, понимаешь, пусто, это проклятое ощущение, пустоты, это проклятое ощущение пустоты исчезает, как только появляется грудная жаба, философски замечаю я, ты просто несносный, вздыхает женщина, изверг, я это уже слышал, преимущественно от мужчин, и после паузы продолжаю, ты без конца спрашиваешь, ты понимаешь, ты понимаешь, хорошо понимаю, но скажи мне в таком случае, чего ты ждешь? Ничего я не жду, тихо произносит Маргарита, в том-то и дело, что ничего я не жду, именно поэтому мне захотелось увидеть с тобой снова, так, просто, без особых причин, думаю, через несколько лет сообразишь, что могла побыть с ним еще один-два раза и не побыла, и будешь локти кусать, упустила, мол, случай, она смотрит на меня, а глаза ее какие-то рассеянные и даже, может быть, не видит меня вовсе. Странно, однако мне вот что пришло в голову, мы с тобой даже о многом не поговорили, мы вообще говорили не так много, ты даже отличался тем, что тоже молчал, как чурбан, или делал вид, что не понимаешь, о чем речь, и все же у меня не было такого ощущения, что мне чего-то не достанет, у меня тут не было пустоты, и не потому, что ее заполняла грудная жаба, нет, душа моя была полна другим, была полна иллюзий, нет, качает головой Маргарита, иллюзии были здесь, она указывает рукой на свою безупречную прическу, здесь они были, и все начисто испортили, иллюзии, о спокойной семейной жизни, об уютном семейном очиге, теперь я знаю цену спокойной семейной жизни, вовек не забуду, и она снова устремляет на меня какой-то до странности оживленный взгляд и говорит тихо, и вместе с тем порывится, сколько понадобилось времени, чтобы я поняла, что за человеком, который мне дорог, я готова идти и в ненастье, и в стужу, что ради него я готова мириться с любыми невзгодами, но только ради того, кто мне близок и дорог, потому что нет ничего дороже в этом мире, чем быть вместе с по-настоящему близким и дорогим тебе человеком, Господи, Боже мой, сказала бы это лет десять, но хоть пять тому назад отмечаю про себя, и как бы услышав эту реплику, женщина отводит глаза и добавляет устало, ну, это дело прошлое, эта фраза завершает разговор, я имею ввиду этот разговор, и мы переходим на более нейтральные темы, час спустя мы идем домой, не говоря куда идем, медленно движемся по плетившему бульвару, и я рассеянно слежу за тем, как при свете уличных фонарей постепенно удлиняются наши тени, а потом внезапно отпрыгивают назад, затем опять начинают расти, и опять отпрыгивают, две тени, мужчина и женщина, двух людей, которых случай свел и развел, и опять свел, чтобы снова разделить. Ты еще молода? Слышится мой голос, неожиданная для меня слова. Мне тридцать три, тридцать пять, поправляю ее в уме, и во всяком случае еще не старая, и вместо того, чтобы тиранить себя за то, что не сбылось, лучше подумать о том хорошем, что может прийти. О счастье она тихо смеется. Ты сделала один неверный шаг, другие делают и больше. Сделать новый шаг у меня уже не хватает духа. Да и с кем? С каким-нибудь молодым оболтусом, который с первого раза мне наскучит. И вообще, я не для того пришла сюда, чтобы ты меня утешал. Мне просто хочется еще немножко побыть с тобой. Да, но после этого немножко у тебя будет много времени. Ну и что? Ты надеешься, что в твоей жизни еще наступит что-то хорошее? Честно говоря, я о таких вещах не думаю. Честно говоря, ты ни на что больше не надеешься, поправляет она меня. Я тоже. Так что нечего меня подбадривать. Мы с тобой одного поля ягоды. Бредем по дороге. И ничего особенного не ждем. Итак, мы продолжаем идти своей дорогой по пустынному бульвару и с нами две тени. Тени мужчины и женщины, которые то появляются, то исчезают, словно их не существовало. Не могу точно сказать, который теперь час, потому что когда сплю, не смотрю на часы. Однако я вздрагиваю от того, что некое сверло влезается мне в голову. Раз, другой, третий. Это сверло мне хорошо знакомо. Не открывая глаза, я протягиваю руку и поднимаю трубку стоящего у изголовья телефона. Товарищ Боев, слышится на другом конце провода. Он самый. А кто это? Это Баян. Баян Ангелов. Я бы хотел вас видеть. Если можно, сейчас же. Понимаю, время неподходящее, но... Ну почему бы и нет, тихо говорю я, и открыв глаза, смотрю на светящийся циферблат. Раз такая срочность, ничего не поделаешь. Только я не знаю, где вас искать. Я сообщаю ему адрес и поясняю. Пройди по лестничной площадке во двор и жди меня там. Кто это? Что случилось? Слышу возле себя сонный голос Маргариты. Все в порядке, дорогая. Спи спокойно. Спокойно? С тобой? Бормочет Маргарита, однако сон, как видно, оказывается сильнее ее иронии, потому что, повернувшись ко мне спиной, она тут же укутывается одеялом. Времени для ясности без малого три. Я одеваюсь, варю кофе, лишь после этого спускаюсь вниз. Баяну я сообщил не свой адрес. Парень явится во двор знакомого мне дома, на соседней улице. Я прихожу туда и застаю его на месте. Если тебе еще раз случится идти ко мне, приходи туда же, только смотри, чтоб никто тебя не засек, советую я ему, входя в кур. Едва ли такое случится, мрачно произносит Баян. Разве что вы ко мне придете, а я к вам уже никогда. Вот как? И почему же? Потому что меня, наверное, засадят в тюрьму. Да? Да уж не ты ли обчистил какую аптеку? Нет. Качает головой молодой человек. Я замешан в шпионаже. А, это уже нечто другое, замечаю без особого драматизма. Раз так, садись вот на этот стул и расскажи толком, что и к чему. Это слишком длинная история, тихо говорит Баян и несколько расслабляется, откинувшись на спинку стула. Не имеет значения, вставляю я, наливая кофе. В ночь, суббота, на воскресенье хватит времени и на длинную. Баян вынимает из кармана сигареты и спички, нос похватывается. А здесь можно курить? Кури, нисколько влезет, успокаиваю его и сажусь по другую сторону стула. В ту компанию, что собирались в Ялте. Некоторое время назад затесался, знаете, один иностранец по имени Чарли. Мать у него болгарка, какие-то родственники тут у него есть. Вот с этого-то самого Чарли и началась вся эта история. И парень медленно и не совсем последовательно рассказывает то, что мне уже и так хорошо известно. Однако я слушаю его терпеливо и внимательно. Не только за тем, чтобы оценить, насколько человек, искавший со мной встречи, откровенен и искренен в своих признаниях, но также, чтобы получить представление, как выглядит эта история с другой стороны. Как она представляется этому юноше. Он якобы водится с какими-то соотечественниками, которые связаны с нашими фирмами. Богатые люди, говорит, из тех, что за мелкие услуги дают большие деньги и, что самое главное, готовы платить ампулами. Рассказав еще о некоторых вещах, в таком же характере Баян приходит к загрудному свиданию и довольно верно излагает то, что мне довелось слышать и видеть. «Эта операция не должна повторяться каждый вечер», сказала мне женщина. «Не стоит бессмысленно рисковать. По имеющимся у нас сведениям, самые интересные документы он приносит домой по субботам, чтобы иметь возможность в воскресенье над ними поработать. Поэтому вы всегда будете действовать по субботам и только по субботам». А когда я поинтересовался, что же это за документы, она мне ответила, «Деловые, коммерческие. Их можно раздобыть любыми другими путями, только на это уйдет куда больше труда и времени. И вообще, вы не подумайте, будто мы вас толкаем на какой-то там предательстве». Потом вдруг начала меня стращать. Их люди будут за мной следить, и в случае, если я начну уклоняться или выболтую что-нибудь, со мной разделаются без всяких проволочек. Потом достала крохотный фотоаппарат, пленки к нему, отмычки, и давай показывать мне, как всем этим пользоваться. А под конец поднесла мне упаковку морфия. Парень говорит спокойно, однако лицо его напряженно и выражает некую отрубь, как у человека, который не сразу осознал, что свершилось, непоправедливо. Как же так? За все это? Одну единственную упаковку морфия? Уточняю я. Да нет, не одну. Женщина сказала, что за хорошую работу я буду получать их регулярно. Мне их будут оставлять в почтовом ящике какой-то Касабовой, проживающей по улице Евлоги Георгиева, куда я должен буду приносить негативы по воскресеньям, на рассвете, после выполнения задачи. Ну и как? Сегодня ты ее уже выполнил? Вы хотите спросить, сунул ли я голову в петлю? Сунул. Он достает из заднего кармана миниатюрную, поменьше окурка, кассету и кладет ее на стол. Почему же ты не положил ее в почтовый ящик Касабовой? Небрежно спрашиваю я. Потому что, снимая эти документы, я обратил внимание на то, что на каждом из них стоит слово «секретно», на всех значится «секретно» или «совершенно секретно». А я думал, что это самые обычные сведения и... И это все? Спрашиваю я, видя, что парень замолчал. Не знаю. Нет, не все. Только я не знаю, как вам сказать. Конфузливо, избивчиво, говорит Баян. В тот день, когда мы с вами два месяца назад сидели в Софии, со мной что-то стряслось. В сущности, ничего особенного. Просто я забыл про того человека, про моего отца. Может быть, даже сознательно забыл про него. Ведь он причинил матери столько страданий. А вы заставили меня вспомнить о нем. И тогда мне столько рассказали всего. То, что я его наследник. Не знаю, почему он, особенно после встречи с той женщиной, там, за городом, я все чаще думаю о том нашем разговоре. А сегодня особенно, когда это уже свершилось, я не перестаю думать о том, что бы сказал он, если бы смог увидеть. Если бы увидел. До чего я дошел. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok